Кэрри надела лучшее свое платье и с удовольствием думала, что хотя ей и приходится ограничивать свой запас нарядов одним лучшим платьем, оно, по крайней мере, ей к лицу и хорошо сидит. У нее, несомненно, был вид Холлиной женщины двадцати одного года, и миссис Венс сделала ей комплимент, от которого на пухлых щеках Кэрри выступила краска, а в больших глазах вспыхнул огонек удовольствия. Собирался дождь, и мистер Венс по просьбе жены вызвал экипаж. — А ваш муж не поедет с нами? — спросил мистер Венс, когда Кэрри вошла в уютную маленькую гостиную. — Нет, — ответила она, — он предупредил меня, что не придет к обеду. В таком случае вы бы оставили ему записку, чтобы он знал, где мы находимся. Быть может, он еще успеет присоединиться к нам позже. — Вы правы, — сказала Кэрри, — сейчас напишу. Сама она об этом не подумала. — Напишите ему, что мы до восьми будем в Шерри, — добавил мистер Венс. Впрочем, он и сам верно догадается. Шурша платьем, Кэрри прошла через площадку к себе в квартиру и, не снимая перчаток, набросала записку. Когда она вернулась к приятельнице, там оказался какой-то гость. — Миссис Уиллер, разрешите представить вам моего двоюродного брата, мистера Эмса, — сказала миссис Венс. — Он поедет с нами, правда, Боб? — Очень рад познакомиться, — сказал Эмс, почтительно кланяясь Кэрри. — Кэрри с первого же взгляда успела заметить, что он очень высок и статен, тщательно выбрит, молод и недурен собой, но не более того. — Мистер Эмс приехал в Нью-Йорк на несколько дней, — сказал Венс, — и мы стараемся немного развлечь его. — А, вы приезжие, — спросила Кэрри, снова оглядывая молодого человека. — Да, — ответил тот, — я только что приехал из Индианаполиса и пробуду здесь неделю. Он присел на стул в ожидании, пока миссис Венс закончит свой туалет. — Я думаю, Нью-Йорк показался вам прелюбопытным городом. Тут есть что посмотреть, — отважилась заметить Кэрри, чтобы избежать неловкого молчания. — Нью-Йорк слишком велик, чтобы его можно было обойти в одну неделю, — любезно сказал Эмс. Молодой человек был, по-видимому, весьма благодушного нрава и ничуть не рисовался. Кэрри показалось, что он еще не совсем преодолел остатки юношеской робости. Он вряд ли умел вести блестящую беседу. Достоинства его заключались в том, что он был хорошо одет и довольно храбро держался в обществе. Кэрри решила, что с этим человеком ей нетрудно будет поддерживать разговор. — Ну, теперь мы, кажется, готовы, — сказал Эмс, экипаж у подъезда. — Да, пойдем, — сказала миссис Эмс, входя в гостиную. — Боб, тебе придется позаботиться о миссис Уиллер. — Постараюсь, — улыбнувшись, ответил Боб и подошел ближе к Кэрри. — Мне кажется, вы не потребуете особого надзора, — добавил он, как бы прося у нее благожелательности и снисхождения. — Надеюсь, что нет, — отозвалась она. Они спустились по лестнице, и вскоре вся компания разместилась в экипаже. — Поехали, — сказал Эмс, усаживаясь последним и захлопывая дверцу. Экипаж тронулся в путь. — А что сегодня идет, — поинтересовался Эмс. — Лорд Чомли, — ответил Эмс, — с Созерном в главной роли. — О, Созерн бесподобен, — воскликнула миссис Эмс. — Он такой забавный. — Да, газеты его очень хвалят, — вставил Эмс. — Я нисколько не сомневаюсь в том, что мы получим большое удовольствие, — сказал Вэнс. Эмс сидел рядом с Кэрри и потому считал своим долгом уделять ей известное внимание. Его заинтересовала эта совсем еще молодая и уже замужняя женщина, такая хорошенькая к тому же. Но этот интерес был только почтительным. Молодой человек отнюдь не был ловеласом. Он с большим уважением относился к брачным узам и помышлял только о хорошеньких индианаполисских девицах на выданье. — Вы уроженка Нью-Йорка? — спросил он, обращаясь к своей соседке. — О, нет, я здесь всего два года, — ответила Кэрри. — Значит, у вас было достаточно времени ознакомиться с городом. — Я бы не сказала, — ответила Кэрри. — Нью-Йорк мне и сейчас такой же чужой, как в первый день. — Вы не из западных ли штатов? — Да, из Висконсина, — ответила Кэрри. — У меня такое впечатление, что большинство жителей Нью-Йорка поселились здесь лишь недавно, — заметил Эмс. Мне уже назвали много людей из Индианы, работающих по моей специальности. — А какая у вас специальность? — спросила Кэрри. — Служу в одной электрической компании, — ответил молодой человек. Они продолжали болтать, перескакивая с одной темы на другую. Разговор их прерывался лишь замечаниями, которые время от времени вставляли супруги Вэнс. Несколько раз беседа становилась общей и довольно оживленной, и, наконец, они подъехали к ресторану. Кэрри успела заметить веселое оживление на улицах, по которым они проезжали. Во все стороны двигались люди в поисках развлечений. Пешеходы наводняли тротуары, по мостовым мчались экипажи, а по 59-й улице ползли переполненные вагоны трамвая. На углу 59-й улицы и 5-й авеню ярко горели огни нескольких новых отелей, окаймлявших Плаза-сквер, и наводили на мысль о том, в какой роскоши должно быть живут там люди. В 5-й авеню улица богачей была еще больше запружена экипажами, толпа джентльменов во фраках была там еще гуще. У ресторана Шерри внушительный швейцар распахнул дверцу экипажа и помог всем выйти. Когда они поднимались по ступенькам, Эмс поддерживал Керри под локоть. Они вошли в вестибюль, где уже толпились завсегдатые, сняли пальто и накидки и направились в богато отделанный главный зал. Керри в жизни не видела ничего подобного. За все время их пребывания в Нью-Йорке Герцтвуд, в силу стесненных обстоятельств, ни разу не мог позволить себе повезти ее в такой ресторан. Здесь царила та неподдающаяся описанию атмосфера, которая тотчас же говорила каждому посетителю, что он попал в совершенно особое место. Высокие цены ресторана ограничивали круг его посетителей. Здесь можно было встретить либо людей богатых, либо принадлежащих классу охотников за развлечениями. Керри неоднократно читала в газетах заметки о баллах, банкетах, обедах и ужинах, для которых тот или иной представитель высшего общества избирал ресторан Шерри. Миссис Такаэта устраивает в среду вечером званный ужин у Шерри маленькому кружку друзей. Подобные сбитые заметки о развлечениях света, которые Керри любила ежедневно просматривать, помогли ей составить себе довольно ясное представление о пышности и великолепии этого удивительного храма чревоугодия. И вот, наконец, она сама очутилась здесь. Рослый дородный швейцар охранял двери в вестибюль. Внутри стоял другой рослый дородный джентльмен, а услужливые мальчики в форменной одежде принимали у гостей трости, пальто, шляпы. Глазам Керри открылся красивый зал, изысканно обставленный, залитый ярким светом. Зал, где еле богатые мира сего. Счастливая эта миссис Венс. Она молода, хороша и богата, во всяком случае достаточно богата, чтобы ездить сюда в экипажи. Как это чудесно — быть богатым. Венс шел впереди между рядами столиков со слепительной сервировкой, за которыми небольшими группами сидели обедающие. Новичку тотчас же бросались в глаза достоинства и уверенность, с какими держались посетители этого ресторана. От множества электрических лампочек, лучи которых отражались в хрустале, от блеска позолоты на стенах, все сливалось в одном слепящем сверкании. Проходит несколько минут, прежде чем глаз привыкнет и начинает различать отдельные предметы или лица. Белоснежные сорочки джентльменов, светлые наряды дам, бриллианты, пышные перья — все это являло собой чрезвычайно эффектное зрелище. Кэрри шла по залу с горделивым видом, ничуть не уступавшим осанке миссис Венс, и, подойдя к столику, опустилась на стул, предложенный ей метрдотелем. Она подмечала каждую мелочь, окружавшей их обстановки, вплоть до подобострастных поклонов официантов, за которые так охотно платят американцы. Выражение лица метрдотеля, пододвигавшего каждому по очереди стул, и жест, которым он приглашал сесть, уже одно это стоило нескольких долларов. Едва они уселись, на сцену выступила излюбленная богатыми американцами показная, расточительно дорогая и нездоровая гастрономия — предмет изумления и недоумения всего культурного мира. Пространное меню предлагало вниманию посетителей бесконечное разнообразие всяких блюд, которых хватило бы на прокорм целой армии, а цены сразу показывали, что думать о благоразумных тратах более чем смешно. Десятки разных супов от 50 центов до доллара за порцию, 40 сортов устриц по 60 центов за полдюжины, закуски, рыбные и мясные блюда, и все по таким ценам, что простому смертному вполне достаточно было бы этой суммы, чтобы заплатить за ночлег в приличном отеле. Доллар, пятьдесят и два доллара наиболее часто встречались в этом изящно отпечатанном приискуранте. Конечно, Кэрри заметила это, и, увидев цену жареного цыпленка, она вдруг вспомнила другое меню и другой день, когда она впервые обедала в хорошем ресторане в обществе Друэ. Это воспоминание мелькнуло на миг, точно грустная мелодия забытой песни, и тотчас же исчезла. Но даже в этот краткий миг она успела увидеть другую Кэрри, бедную, голодную, потерявшую всякое мужество, для которой Чикаго был холодным, неприступным миром, где она бродила в тщетных поисках работы. Стены зала представляли собой зеленовато-голубоватые прямоугольники в пышных золоченых рамах с замысловатой лепкой по углам. Над фруктами и цветами из гипса безмятежно витали жирные купидоны. По потолку раскинулся сложнейший золотой узор, сходившийся в центре к бросавшей целый сноп огней люстре из электрических лампочек, перемежающихся со сверкающими призмами и золочеными гипсовыми подвесками. Паркет, вощеный и натертый, был красноватого оттенка. Куда ни посмотри, всюду зеркала, высокие, светлые, с граненой кромкой. Зеркала отражали мебель, лица, огни десятки и сотни раз. Столики сами по себе не представляли ничего особенного, но на скатерти и на салфетках красовалась шерри. На серебре – Тифани, на фарфоре – Хевиленд, а маленькие лампочки под красными абажурами на каждом столике отбрасывали розовый свет на лица, на туалеты и на стены и удивительно украшали зал. Официанты придавали ресторану еще большую элегантность и изысканность своей манерой кланяться, бесшумно приходить и уходить, обмахивать столик и ставить тарелки. Каждому гостю они оказывали исключительное внимание. Слегка согнувшись, склонив голову на бок и отставив локти, официант повторял за гостем «Черепаший суп так, одну порцию слушаю, устрицы полдюжны так, спаржа слушаю, оливки». Та же процедура повторилась бы с каждым в отдельности, если бы Вэнс не заказал сразу для всех, предварительно выслушав советы и пожелания каждого. Кэрри, широко раскрыв глаза, смотрела на собравшееся в зале общество. «Так вот она, жизнь Нью-Йоркского высшего света». Вот как проводят богатые люди дни и вечера. Ее бедный маленький ум не мог не распространять отдельные, увиденные ею сцены на все общество. Каждая шикарная леди должно быть днем бывает среди толпы на Бродвее или в театре, а вечером в ресторане. Она должна быть окружена роскошью и блеском у подъезда ее ожидает экипаж с лакеем у дверцы. А ей, Кэрри, это не дано. За два долгих года она ни разу не была в таком месте, как это. Зато Вэнс был здесь в своей стихии, как был бы и Герцтвуд в прежние дни. Не стесняясь ценами, он заказал суп, устрицы, жаркое, гарнир и потребовал также несколько бутылок вина, которые официант поставил возле столика в плетеной корзинке. Эмс довольно равнодушно разглядывал толпу, повернувшись Кэрри в профиль. У него было красивое лицо, высокий лоб, довольно крупный нос и мужественный подбородок. Рот тоже большой, но хорошей формы свидетельствовал о доброте. Темно-каштановые волосы были разделены сбоку пробором. Кэрри угадывала в нем что-то мальчишеское, и все-таки это был вполне взрослый человек. «Знаете, — сказал вдруг Эмс, поворачиваясь к ней после довольно долгого задумчивого молчания, — мне иногда кажется, что стыдно тратить столько денег подобным образом». Кэрри взглянула на него, слегка удивленная его серьезным тоном. Этот человек, по-видимому, задумывался о вещах, которые ей никогда не приходили в голову. «Почему же?» — спросила она, заинтересованная его словами, «потому что здесь платят больше, чем все это на самом деле стоит. Платят за показной шип». «А я не понимаю, почему бы людям не тратить деньги, если они у них есть?» — сказала миссис Вэнс. «Во всяком случае, это никому не приносит вреда», поддержал ее Вэнс. Он все еще изучал меню, хотя уже передал официанту обильный заказ. Энс опять смотрел в сторону, и Кэрри снова загляделась на него. Ей казалось, что этот молодой человек думает о странных вещах. Было что-то мягкое во взгляде, каким он обводил ресторан. «Взгляните-ка на туалет вон той женщины», сказал он, вновь поворачиваясь к Кэрри и легким кивком указывая направление. «Где?» спросила Кэрри, следя за его взглядом. «Вон там, в углу, довольно далеко от нас». «Вы видите ее брошку?» «Боже, какая огромная!» воскликнула Кэрри. «Я давно не видел такого безвкусного нагромождения бриллиантов», сказал Эмс. «Да, пожалуй, брошка слишком велика», согласилась Кэрри. Ей почему-то захотелось понравиться молодому человеку. Этому предшествовало смутное сознание, что он намного образованнее ее и, наверное, умнее. Кэрри, надо отдать ей справедливость, понимала, что люди могут стоять в умственном отношении выше ее. За свою жизнь она мало встречала людей, походивших по ее представлению на ученых, а этот, сидевший рядом с нею сильный молодой человек с ясным открытым взглядом, очевидно, хорошо разбирался в вещах, которые она не совсем понимала, хотя и относилась к ним одобрительно. «Как хорошо для мужчины быть таким», подумала она. Разговор перешел на книгу «Воспитание девушки», Альберта Росса, которая пользовалась в то время большим успехом. Миссис Вэнс читала книгу, а ее муж видел рецензии в газетах. «Сколько шума может наделать роман, об этом Россе говорят без конца», заметил Вэнс, глядя на Кэрри. «А я о нем никогда не слыхала», честно призналась Кэрри. «Я читала его», сказала миссис Вэнс. «Он написал много интересных вещей, но лучше всего его последний роман». «Ваш рост ровным счетом ничего не стоит», вдруг произнес Эмс. Кэрри посмотрела на него, как на оракула. «Все его вещи бездарны, так же, как Дора Торн», заключил Эмс. Кэрри восприняла это как личный упрек. Она как-то читала Дору Торн, и книга показалась ей тогда ничего себе, но ей думалось, что другие считают ее превосходной. И вот является юноша с ясными глазами и тонким профилем, чем-то напоминающий студента, и высмеивает нашумевший роман. По его словам, он ничего не стоит и не заслуживает даже того, чтобы тратить на него время. Кэрри опустила глаза. Впервые ей стало стыдно за свое невежество. Вместе с тем в словах Эмса не было ни скрытого сарказма, ни высокомерия. Нет, этого не было и в помине. Кэрри почувствовала, что просто ему свойственно мышление более высокого порядка, мышление, приводящее к правильным взглядам, и она невольно задумалась над тем, что же с точки зрения этого человека хорошо и что дурно. А он, заметив, что Кэрри внимательно и, по-видимому, сочувственно прислушивается к его словам, стал обращаться главным образом к ней. Пока официант возился у стола, раскладывая ложки, вилки, ножи, проверял, достаточно ли горячей тарелки и выказывал всяческие иные знаки заботливости, рассчитанные на то, чтобы угодить гостям и вызвать у них ощущение комфорта, Эмс, слегка наклоняясь к Кэрри, стал рассказывать про жизнь в Индианаполисе. Этот молодой человек в самом деле обладал недюжинным умом, способности его нашли применение главным образом в электротехнике. В то же время он интересовался и другими отраслями науки, да и люди сами по себе интересовали его. В розовом отсвете абажура волосы его отливали медью, и в глазах играли веселые искорки. Кэрри подмечала все это, когда он наклонялся к ней и чувствовала себя совсем юной, ей было ясно, что он намного во всем опередил ее. Он казался умнее Герцтуда, рассудительнее образованнее Друэ, и вместе с тем, по-видимому, обладал детски чистой душой. Кэрри подумала, что, в общем, он на редкость приятный человек. От нее, однако, не ускользнуло, что интерес Эмса к ней был в высшей степени отвлеченным. Она не входила в круг его жизни, не имела никакого отношения к интересовавшим его вопросам, и все же ей было приятно, что он обращается к ней, и его слова находили в ней отклик. «Меня нисколько не влечет к богатству», сказал он, когда обед шел своим чередом, и от обильной еды он несколько разгорячился, а тем более нет у меня желания тратить деньги вот таким путем. «В самом деле, спросила Кэрри, впервые в жизни чувствую, что новый взгляд на вещи производит на нее сильное впечатление». «Почему?» «Как почему?» «Какая от этого польза?» «Разве это нужно человеку, чтобы быть счастливым?» воскликнул Эмс. Последние его слова вызвали некоторые сомнения у Кэрри, но, как и все, что исходило от него, они показались ей заслуживающими уважения. «Он верно мог бы быть счастлив и в полном одиночестве мелькнуло у нее в уме, ведь он такой сильный». Мистер и миссис Венс почти непрерывно болтали, и таким образом Эмсу лишь изредка представлялась возможность вставить несколько фраз, производивших на Кэрри большое впечатление, однако и этого было ей достаточно, так как не только слова, но даже та атмосфера, которая невольно создавалась присутствием юноши, была впечатляющей. В молодом человеке, а, может быть, в том мире, в котором он жил, было что-то находившее отклик в ее душе. Эмс порою вызывал в памяти Кэрри ту или иную сцену, введенную в театре, напоминал о печалях и жертвах, которые неизбежны в человеческой жизни. Своими словами, он сумел несколько сгладить для нее горечь контраста между ее жизнью и той, которую она сейчас наблюдала вокруг себя, и объяснялось это главным образом тем спокойным безразличием, с которым он относился к окружающему. Когда они вышли из ресторана, Эмс взял Кэрри под руку, помог ей сесть в экипаж, и они всей компанией отправились в театр. Во время спектакля Кэрри внимательно прислушивалась к тому, что говорил ей Эмс. Он часто обращал ее внимание именно на те места пьесы, которые особенно нравились ей, которые глубоко ее волновали. «Вы не находите, что чудесно быть актером?» спросила она. «Да», ответил он, «но только хорошим актером, ведь театр великая вещь». Достаточно было его одобрения, чтобы сердце Кэрри затрепетало. «О, если бы она могла стать актрисой! И хорошей актрисой к тому же. Этот человек так умен, он все знает и с уважением относится к театру. Будь она хорошей актрисой, ее уважали бы такие люди, как Эмс». Ее охватило чувство признательности за его слова, хотя они вовсе не относились к ней. Она и сама не знала, чем была вызвана эта признательность. По окончании спектакля вдруг выяснилось, что Эмс не намерен сопровождать компанию обратно. «О, неужели вы не поедете с нами?» вырвалось у Керри. «Нет, благодарю вас», ответил он. «Я остановился в отеле на 33-й улице, здесь неподалеку». Керри больше ничего не сказала, но эта неожиданность почему-то огорчила ее. она жалела, что приятный вечер близится к концу, но все-таки надеялась, что он продолжится еще хоть полчаса. О, эти часы, эти минуты, из которых составляется жизнь, сколько печали и страданий вмещается в них. она пожала Эмсу руку с напускным равнодушием, не все ли ей равно, собственно говоря. Однако экипаж без Эмса показался ей опустевшим. Вернувшись домой, Керри стала перебирать в уме впечатление вечера. Она не знала, встретит ли еще когда-нибудь этого человека. Впрочем, не все ли это равно. Не все ли равно для нее? Герствуд был уже дома и успел лечь в постель. Его одежда была небрежно разбросана по комнате. Керри подошла к двери спальни, увидела его и повернула назад. Спать совершенно не хотелось. Ее мучили сомнения. Над многим хотелось подумать. Она вернулась в столовую, села в свою качалку и задумалась, крепко сжав маленькие руки. Постепенно сквозь дымку грез и противоречивых желаний Керри стала различать будущее. О, вы! Сон и надежд и разочарования, горе и страдания. Она покачивалась в качалке и начинала прозревать. Глава 33 За стенами города Годы уплывают. Никаких прямых последствий это, впрочем, не дало. В таких случаях последствия обнаруживаются нескоро. Утро приносит другое настроение, привычная жизнь всегда берет свое. Редко-редко мы замечаем, сколь жалко наше существование. Мы испытываем душевную боль, столкнувшись с теми, кто выше и лучше нас, но нет их рядом и боль стихает. Полгода или даже больше Керри жила той же жизнью, что и раньше. Энса она больше не встречала. Он еще раз заходил к Энсам, но Керри только потом от приятельницы узнала об этом. Молодой инженер уехал на запад и мало помалу оставленное им впечатление стало стираться, исчезало влечение, которое Керри почувствовала к нему. Но отнюдь не исчезло его моральное влияние на Керри и можно было смело сказать, что оно никогда не исчезнет. Теперь у Керри появился идеал. С ним она сравнивала всех других мужчин, особенно Друэ и Герцтвуда, которые были близки ей. Все это время, уже почти три года, Герцтвуд жил тихой размеренной жизнью. Он не катился вниз по наклонной плоскости, но о подъеме уже не могло быть и речи. Вот что сказал бы о нем случайный наблюдатель. Психологическая перемена совершилась и настолько явная, что по ней можно было довольно точно определить дальнейшую судьбу Герцтвуда. И главную роль здесь сыграл отъезд из Чикаго, ведь он оборвал его карьеру. В росте делового человека есть много общего с его физическим ростом. Либо он становится сильнее, здоровее и мудрее, как юноша на пороге зрелости, либо слабее, дряхлее и пассивнее, как зрелый муж, приближающийся к старости. Других состояний не существует. Бывают периоды, когда прерывается юношеское накопление сил и чувствуется, мы говорим о человеке средних лет, тенденция к упадку, когда оба процесса почти уравновешивают друг друга и мало проявляются вовне. Но проходит некоторое время и весы перетягивают в сторону могилы, сначала медленно, потом все быстрее, пока нисходящий процесс не достигнет полного развития. То же самое часто происходит с состоянием богатого человека. Если прирост капитала не прекращается, если никогда не наступает период равновесия доходов и расходов, то не будет и краха. В наши дни богачи нередко спасают свои состояния благодаря умению привлечь к себе на службу молодые умы. Эти молодые умы заинтересованы в прочности состояния, как если бы оно было бы их собственным, и потому прилагают все старания, чтобы оно постоянно возрастало. Если бы каждый богач должен был сам заботиться о своем состоянии и при этом дожил бы до глубокой старости, то оно растаяло бы, как и сила и воля его владельца. И сам он, и все, чем он владел, превратилось бы в прах, и было бы развеяно ветрами на все четыре стороны. Но теперь проследим, как нарушается параллельность судеб человека и его капитала. Состояние, как и человек, представляет собою организм, которому уже не хватает ума и сил одного своего владельца. Кроме молодых умов, заинтересованных крупным заработком, у него появляются еще союзники, молодые силы, которые поддерживают его существование, когда силы и ум владельца начинают иссякать. Состояние может сохраниться при росте и развитии сообщества или государства. Оно станет необходимым в этом процессе развития, если связано с производством чего-то такого, на что растет спрос. И тогда отпадает необходимость в попечениях владельца. Тогда требуется не столько дальновидность, сколько управление. человек начинает угасать, а спрос на его богатство не падает или даже возрастает. И в чьи бы руки это состояние фактически не перешло, оно продолжает существовать. Поэтому некоторые владельцы порой не замечают спада своих способностей. И только в тех случаях, когда они вдруг лишаются богатства или успеха, они убеждаются, что теперь уж не способны действовать как прежде. Герцтвуд, попав в новые условия, мог бы заметить, что он уже не молод. Если он этого не видел, то лишь потому, что находился в состоянии такого равновесия, когда постепенное ухудшение происходит незаметно. Не привыкший рассуждать или разбираться в самом себе, Герцтвуд не мог постичь той перемены, которая происходила в его сознании, а стало быть, и в теле, но он ощущал подавленность. Постоянно сравнивая свое прежнее положение с нынешним, Герцтвуд пришел к выводу, что его жизнь изменилась к худшему, а это влекло за собой мрачное или, по крайней мере, угнетенное настроение. Экспериментальным путем доказано, что длительная подавленность порождают в крови особые яды, катастаты, тогда как благодетельные чувства радости и удовольствия способствуют выделению полезных химических веществ, анастатов. Яды, возникающие от самобичевания, вредят организму и часто вызывают заметное физическое разрушение. Вот это и происходило теперь с Герцтудом. С течением времени это сказалось на его характере, взгляд потерял былую живость и проницательность, походка стала не так тверда и уверена, как раньше, а хуже всего было то, что Герцтуд без конца думал, думал и думал. Его новые знакомые не были знаменитостями, это были люди более низкого уровня, которых интересовали более низменные и грубые удовольствия. Их общество не могло радовать его, так как радовало когда-то общество элегантных завсегдатаев чикагского бара. Да, ему ничего не оставалось, кроме бесконечных и бесплодных размышлений. Мало-помалу, желание приветствовать посетителей заведения на Уоррен-стрит, углажать их, создавать для них атмосферу уюта, покинуло Герцтуда, и мало-помалу он стал понимать значительность брошенного им места. В свое время там, на Адам-стрит, то, что он делал, не казалось ему таким уж чудесным. Как легко думал он тогда подняться по службе, зарабатывать на все необходимое и иметь еще свободные деньги, но как далеко позади теперь все это было. Герцтуд начал смотреть на свое прошлое, как на город, окруженный стеной. У ворот стоит стража, внутрь пройти нельзя, а те, кто внутри, не выказывают желание выйти и посмотреть, кто ты такой, им так весело, что они забывают о тех, кто за воротами, а он, он был за воротами. Каждый день он читал в вечерних газетах о том, что происходило на территории неприступного города. В заметках о лицах, отплывавших в Европу, он встречал имена видных посетителей своего старого бара. В столбцах, посвященных театру, он неоднократно видел сообщения об успехах людей, которых он хорошо знал. Все эти люди, наверное, развлекались так же, как и раньше. Пульмановские вагоны возили их по всей стране, газеты в лесных заметках упоминали их имена, роскошные вестибюли отелей и сверкающие залы ресторанов удерживали их внутри обнесенного стенами города. Все люди, которых он знал, с которыми он еще так недавно чокался, видные люди, а он... Он забыт. Кто такой мистер Уиллер? Что такое Барнелл Уоррен стрит? Чепуха. Если кто-либо из читателей думает, что подобные мысли не приходят на ум рядовому человеку, что такие переживания доступны только людям более высокого умственного развития, то я хочу обратить их внимание на то, что только высокое умственное развитие и порождает такую философию, такую устойкость духа, которые не позволяют сосредоточиваться на подобных вещах и страдать из-за них. Только умы заурядные способны придавать столь большое значение материальному благополучию и убиваться из-за утраты сотни долларов. А эпиктет только улыбается, когда исчезают последние остатки материальных благ. Наступил момент приблизительно к концу третьего года, когда эти думы и мрачное настроение начали отражаться на делах барона Уоррен Стрит. Клиентов заметно поубавилось по сравнению с тем, сколько народу посещало бар в дни наибольшего его процветания, и это сильно раздражало и тревожило Герцтвуда. Как-то вечером он признался Кэрри, что дела в этом месяце идут хуже, чем в предыдущем. Это было сказано в ответ на заявление Кэрри, что ей нужно купить кое-какие мелочи. Кэрри не приминула мысленно отметить, что Герцтвуд никогда не находил нужным советоваться с нею, когда покупал что-нибудь из одежды для себя. Впервые у нее мелькнула мысль, что он хитрит и хочет, чтобы она у него ничего не просила. Она ответила довольно мягко, но в душе была возмущена. Герцтвуд совсем не думает о ней. Если у нее когда-нибудь и выдается веселый часок, то лишь благодаря Вэнсам. А они вдруг объявили, что уезжают из Нью-Йорка. Близилась весна, и они намеревались ехать на север. Да, сказала в разговоре с Керри миссис Вэнс, нам, пожалуй, лучше отказаться от квартиры, а вещи сдать на хранение. Мы уедем на все лето. Какой же смысл платить за квартиру? Кроме того, по возвращении мы, наверное, поселимся ближе к центру. Керри слушала ее с искренним огорчением. Общество миссис Вэнс доставляло ей огромное удовольствие, и во всем доме она больше не знала ни души. Теперь она опять останется совсем одна. Плохое настроение Герцтвуда из-за понижения доходов от бара как раз совпало с отъездом супругов Вэнс. На долю Керри сразу выпали и угрюмость мужа, и невыносимое одиночество, и то, и другое угнетало ее. Она стала нервничать, постоянно была недовольна, и не только Герцтвудом, думала она, сколько всей своей жизнью. Какова она, эта жизнь, кругом сплошная тоска. Что Кеви получила от жизни, ничего, кроме этой тесной квартирки. Супруги Вэнс могут путешествовать, им доступно так много интересного, а она тут сидит одна одинешенька. Неужели она только для этого создана? Печальные мысли сменяли одна другую, а потом явились и слезы, единственное, что приносило хоть некоторое облегчение. Такое положение продолжалось довольно долго, и Керри и Герцвуд влачили в высшей степени однообразное существование. Потом наступила маленькая перемена, увы, к худшему. Однажды вечером, желая как-нибудь умерить пристрастие Керри к новым туалетам и дать ей понять, что ему не так-то легко справляться с расходами, Герцвуд сказал, я начинаю думать, что едва ли сумею долго ладить с моим компаньоном. — Почему? — спросила Керри. — О, этот ирландишка так тупый и так жаден, он не соглашается ни на какие усовершенствования в баре, а в таком виде, как сейчас, дело не может давать прибыль. — И тебе не удается убедить его? — Нет, я уже сколько раз пытался. Единственный выход, насколько я понимаю, это основать свое дело. — И что же? — Видишь ли, все мои деньги в настоящее время вложены в этот бар? Будь у меня возможность некоторое время жить бережливо, пожалуй, удалось бы открыть другой бар, который давал бы нам приличный доход. — Почему же не быть более бережливым? — сказала Керри, невольно подумав при этом, что и так ничего лишнего не тратит. — Надо бы попытаться, — ответил Герцтвуд. Я уже думал о том, чтобы снять квартирку поменьше и пожить экономнее хотя бы год. Мы собрали бы достаточно, чтобы с этой суммой и деньгами, вложенными в дело на Уоррен-стрит, открыть хороший бар. — Тогда мы могли бы зажить так, как тебе хочется. — Что ж, ничего не имею против, сказала Керри. В душе, однако, ей было больно, что дело дошло до этого. Уже один разговор о меньшей квартире наводил на мысль о бедности. — В районе Шестой авеню за Четырнадцатой улицей есть сколько угодно прелестных маленьких квартир. Там можно было бы найти что-нибудь подходящее. — Если хочешь, я могу посмотреть, сказала Керри. — Я убежден, что через год сумел бы порвать с моим компаньоном, повторил Герцтвуд, и сделав том виде, в каком она находится сейчас, ничего путного не выйдет. — Хорошо. Я схожу и посмотрю квартиры, сказала Керри, решив, что предложенный Герцтвудом переезд, по-видимому, имеет для него огромное значение. Вскоре после этого разговора они переселились в другую квартиру, причем Керри по этому поводу впала в глубокое уныние. Из всех событий последнего времени ни одно так сильно не задевало ее. Она уже начала смотреть на Герцтвуда не как на любовника, а как на настоящего мужа, и считала себя неразрывно связанной с ним. Что бы ни случилось, ее судьба неотделима от его судьбы. К сожалению, она замечала, что он становится все более хмурым и молчаливым, что он нисколько не похож больше на прежнего, сильного, жизнерадостного и энергичного мужчину. Морщинки в углах рта и около глаз говорили о надвигающейся старости, о том же говорили и многие другие признаки. Кэрри стала понимать, что совершила ошибку, и вместе с тем ей теперь неоднократно приходило на ум, что Герцтвуд в сущности силой заставил ее бежать с ним. Новая квартира находилась на 13-й улице близ 6-й авеню и состояла из 4-х комнатушек. Район не нравился Кэрри, здесь совсем не было зелени, из окон уже не видно было реки, улица была сплошь застроена и густо заселена. В новом доме обитало 12 семей, люди, видимо, почтенные, но не выдерживавшие никакого сравнения с супругами Вэнс. Такие люди, как Вэнсы, жили в лучших квартирах. В своей маленькой квартирке Кэрри обходилась без служанки. Она обставила ее очень мило, но это не доставляло ей ни малейшей радости. В душе Герцвуд отнюдь не был доволен, что ему пришлось спуститься ступенью ниже, но он уверял себя, что ничего другого ему не остается. Надо до поры до времени примириться с этим и пока что пусть будет так, как есть. Желая показать Кэрри, что нет оснований считать их материальное положение особенно тревожным и что нужно напротив лишь радоваться, ведь через год он получит возможность поправить свои дела, Герцвуд стал чаще ходить с ней в театр и давал ей больше на хозяйство. Но все это было лишь временным явлением. Он постепенно погружался в то состояние, когда человек прежде всего хочет, чтобы его оставили в покое и не мешали думать. Меланхолия это страшная болезнь избрала его своей жертвой. Помимо газеты и собственных мыслей ничто другое его уже не интересовало. Любовь перестала быть для него источником радости. Его девизом как будто стали слова «Живи и мирись с жалким прозябанием». Дорога вниз имеет мало остановок. Душевное состояние Герцвуда все расширяло пропасть между ним и его компаньоном, пока и тот не стал подумывать о том, как бы отделаться от Герцвуда. Но дело разрешилось быстрее, чем мог предполагать тот или другой, и случилось это с легкой руки владельца дома, в котором помещался бар. «Вы читали?» спросил как-то утром Шонесси, показывая Герцвуда заметку в Геральде в отделе недвижимых имуществ. «Нет, не читал», ответил Герцвуд. «А в чем дело?» спросил он, заглядывая в газету. «Наш домовладелец кому-то продал свой участок земли». «Неужели?» вырвалось у Герцвуда. Он взял газету и прочел. «Мистер Август Вилл продал вчера мистеру Слоссену за 57 тысяч долларов, принадлежащий ему участок земли размером 25 на 75 футов на углу Ворон и Гудзон-стрит». «Когда истекает срок нашей аренды?» задумчиво спросил Герцвуд. «Как будто в феврале?» «Совершенно верно», подтвердил его компаньон. «Здесь ничего не говорится о планах нового дельца», заметил Герцвуд и снова взял газету. «Надо полагать, что мы вскоре услышим от него о его планах», ответил Шоноси. «И в самом деле вскоре выяснилось, что Слоссен владевший и смежным участком, собирался построить по последнему слову техники новый дом специально под конторы. Старый дом, в котором помещался бар, предполагалось снести. На строительство нового здания должно было уйти года полтора». Все эти подробности выплывали постепенно, и Герцвуд стал понимать, чем это все ему грозит. Однажды он завел об этом речь со своим компаньоном. «Вы не думаете открыть новый бар где-нибудь поблизости?» спросил он. «Какой в этом смысл?» отозвался Шоноси. «Углового помещения мы нигде по соседству не найдем, а в другом месте по-вашему не стоит». «Я лично не стал бы рисковать», ответил тот. «Да, эта неожиданная перемена несла Герцтуду новые и весьма серьезные затруднения. Расторжение контракта означало для него потерю тысячи долларов, а за время оставшееся до истечения срока договора нечего было и надеяться собрать другую тысячу. Он догадывался, что его компаньону надоело их сотрудничество. Когда новый дом будет построен, Шоноси наверное арендует в нем угловое помещение один. И так нужно было найти что-то иное, ибо надвигался полный финансовый крах. В таком настроении Герцтуду было не до того, чтобы наслаждаться уютом новой квартиры или обществом Керди, и дома у них воцарилось уныние. Весь свой досуг Герцтуд уделял теперь поискам нового дела, но ничего подходящего не попадалось. Мало того, он уже не обладал той импонирующей внешностью, как три года назад, когда он только приехал в Нью-Йорк. Тревожные мысли придали какую-то растерянность его взгляду, и это производило неблагоприятное впечатление. Не было у него на руках и тысячи трехсот долларов, на которые он раньше опирался в своих переговорах, а примерно месяц спустя Шонесси, не видя улучшения в состоянии Герцтуда, сказал, что новый домовладелец будто бы наотрез отказался продолжить аренду углового помещения. По-видимому, нашему бару пришел конец, добавил он, стараясь придать своему лицу озабоченное выражение. Ну, что ж, конец-то конец, угрюмо отозвался Герцтуд. Нет, он не позволит этому человеку читать его мысли, этого удовольствия он ему не доставит. Через день или два Герцтуду стало ясно, что необходимо так или иначе предупредить Кэдди о случившемся. «Мне кажется, грозит большая неприятность в деле», осторожно начал он. «Что случилось?» встревожилась она. «Владелец дома, в котором помещается наш бар, продал свой участок, а новый хозяин отказывается возобновить контракт на аренду. Таким образом, делу, вероятно, придет конец». «А разве нельзя открыть другой бар? Едва ли найдется подходящее место», ответил Герцтвуд. «К тому же мой компаньон, по-видимому, не желает продолжать дело сообща». «И ты теряешь деньги, которые ты вложил в дело?» «Дам», с каменным лицом подтвердил ей Герцтвуд. «Как обидно!» воскликнула Кэдди. «Это жульнический трюк», пояснил ей Герцтвуд. «Вот и все. Шонесси наверняка откроет бар в том же месте, как только будет готово новое помещение». Кэдди пристально посмотрела на Герцтвуда, и по всему его виду ей стало ясно, что положение очень серьезное. «Как ты думаешь, удастся тебе найти что-нибудь другое?» робко спросила она. Герцтвуд немного помолчал, теперь уже незачем было придумывать басни насчет экономии и открытия нового дела. Кэрди прекрасно понимала, что Герцтвуд, как говорят, вылетел в трубу. «Право не знаю», угрюм отозвал сон наконец, «я попытаюсь». Глава тридцать четвертая «Между жерновами» «Былинка во власти ветров». Как только Кэрри поняла значение этих фактов, она, подобно Герцтвуду, стала упорно ломать голову над создавшимся положением. Прошло несколько дней, прежде чем она вполне осознала, что если дело, в котором участвовал ее муж, закроется, это повлечет за собою лишение и самую обычную борьбу за кусок хлеба. В ее воображении всплывали первые дни ее пребывания в Чикаго, вспоминались Гансоны и их квартирка, и душа ее бунтовала. Это ужасно. Все, что связано с бедностью, ужасно, если только найти какой-то выход. Месяцы, проведенные в обществе супругов Вэнс, совсем лишили ее способности здраво относиться к своему положению. Блеск веселой нью-йоркской жизни, которую ей благодаря любезности этой четы удалось видеть краешком глаза, завладел ее душой. Ее научили хорошо одеваться, ей показали, куда стоит ходить. Денег у нее ни на то, ни на другое не было. Но соблазны постоянно напоминали о себе. Чем неблагоприятнее были обстоятельства, тем больше привлекала Кэрри та другая жизнь, вкус которой она уже успела узнать. И вот нищета грозит окончательно забрать ее в свои лапы и навсегда отдалить от нее мир мечтаний, который станет для нее недоступен, как небо, которому нищий лазарь тщетно воздевает руки. Вместе с тем, то, что она узнала о Темсе, о высоких идеалах, глубоко запала ей в душу. Сам Эмс ушел из ее жизни, но в ушах Кэрри звучали его слова о том, что деньги еще не все в жизни, что в мире есть много ценного, о чем Кэрри не имеет и представления, что театр великое искусство, и что читала она до сих пор только вздор. Этот человек был сильный и честный, гораздо сильнее и лучше Герцтвуда и Друэ. Ей не хотелось признаваться даже самой себе, но разница между ними была мучительной. Она намеренно закрывала на это глаза. В последние три месяца существования барона Уоррен Стрит, Герцтвуд частенько отлучался с работы и рыскал по газетным объявлениям. Это были безрадостные поиски. Нужно было что-то найти и как можно скорее, иначе придется тратить на жизнь те последние несколько сот долларов, которые останутся после закрытия бара. А тогда уже нечего будет вкладывать в дело и придется поискать службу. Все, что в газетах попадалось по части баров, было либо слишком дорого, либо слишком уж мизерно. Надвигалась зима. Газеты предвещали застой в делах, и, судя по общему настроению, наступали трудные времена. Терзаемые заботами, Герцтвуд стал замечать и чужие невзгоды. Сообщение о том, что обанкротилась такая-то фирма, что там-то обнаружили голодающую семью, или подняли на улице человека, умиравшего от истощения, все это останавливало теперь внимание Герцтвуда, когда он пробегал глазами утренние газеты. Газета World выступила однажды с сенсационным известием «Зимой в Нью-Йорке будет 80 тысяч безработных». Герцтвуда как ножом по сердцу полоснули эти слова. «Восемьдесят тысяч?» думал он. «Какой ужас!» Для Герцтвуда такие мысли были весьма необычны. В дни его преуспеяния все в мире шло как будто благополучно. Подобное сообщение ему случалось видеть и на столбцах Чикагской Daily News, но он никогда не обращал на них внимания. Теперь же эти вести казались ему серыми тучами, обложившими в ясную погоду горизонт. Они грозили закрыть собою все небо и омрачить дальнейшую жизнь Герцтвуда. Чтобы сколько-нибудь подбодрить себя, он порой умысленно восклицал «Э, зачем так тревожиться, ведь я еще не вышел из игры, у меня еще полтора месяца впереди». А на худой конец сбережений все же хватит на полгода. Как ни странно, но сейчас при исполненной тревоге за будущее Герцтвуд часто возвращался в думах к жене и детям. В первые три года он, по возможности, избегал этих мыслей. Он ненавидел миссис Герцтвуд и отлично обходился без нее, да ну и ее. Он еще выбьется на дорогу, но теперь, когда фортуна повернулась к нему спиной, он все чаще и чаще стал задумываться над тем, что поделывает жена, как живут его сын и дочь. Им-то, наверное, так же хорошо, как и раньше. Вероятно, они занимают тот же уютный дом и пользуются его Герцтвуда добром. Черт возьми! Ну, разве не возмутительно, что все досталось им, часто негодовал он? Что ж такое я сделал в конце концов? Оглядываясь на прошлое и разбираясь в событиях, которые привели его к похищению денег, Герцтвуд теперь находил для себя смягчающие обстоятельства. Что он сделал особенного? Почему он оказался выброшенным за борт? Откуда все эти напасти? Казалось, только вчера он был состоятельным человеком и жил в полном комфорте, и вдруг у него все вырвали из рук. Уж она-то во всяком случае не заслужила того добра, что ей досталось от меня, думал он, вспоминая про жену. Если бы люди знали правду, все единодушно решили бы, что я ничего особенного не сделал. Из этого вовсе не следует, что у Герцтвуда было желание изложить кому-нибудь все факты. это было лишь стремлением морально оправдать себя в собственных глазах. В борьбе с надвигавшейся нуждой ему необходимо было сознавать себя честным человеком. Однажды под вечер, недель за пять до закрытия барона Уоррен-стрит, Герцтвуд отправился по трем или четырем объявлениям, которые он нашел в Геральде. Один бар находился на Голд-стрит, Герцтвуд доехал до этого места, но даже не вошел внутрь. Это был простой кабак, до того жалкий, что ему стало противно. В другом месте, на Бауэре, он нашел красиво обставленный бар. Здесь, неподалеку от Грэнд-стрит, был расположен целый ряд подобных заведений. Три четверти часа Герцтвуд беседовал о своем вступлении в товарищество с владельцем бара, который утверждал, что решил взять компаньона только из-за слабого здоровья. Сколько же потребуется денег, чтобы приобрести половинную долю, спросил Герцтвуд. Он прекрасно знал, что располагает самое большее семьюстами долларами. Три тысячи последовал ответ. Лицо Герцтвуда вытянулось наличными, спросил он, наличными. Герцтвуд сделал вид, будто размышляет над выгодностью предложения и, возможно, еще согласится, но во взгляде его сквозило уныние. Он поспешил закончить разговор, сказав, что еще подумает, и тот чужо ушел. Владелец бара более или менее разгадал его мысли. Едва ли это серьезный покупатель, сказал он себе, что-то он не так разговаривает. День был свинцово-серый и холодный, пронизывающий ветер напоминал о близости зимы. Герцтвуд направился еще в одно место близ шестьдесят девятой улицы. Было уже пять часов, когда он прибыл туда. Сумерки быстро сгущались. Владельцем бара оказался толстый немец. Я к вам по поводу вашего объявления в газете сказал Герцтвуд, которому не понравились ни бар, ни его хозяин. Уже все, ответил немец, я решил не продавать. Вот как? удивился Герцтвуд. Да, и кончен разговор, уже все. Немец больше не обращал на него внимание, и Герцтвуд обозлился. «Ладно», — отозвался Герцтвуд, поворачиваясь к двери. «Проклятый осел!» процедил он сквозь зубы. «На кой же черт?» помещает он объявление в газете. Крайне угнетенный направился он домой на тринадцатую улицу. Кэрри хлопотала на кухне, и только там горел свет. Герцтвуд чиркнул спичкой, зажег газ и уселся в столовой, даже не поздоровавшись с Кэрри. Она подошла к двери и заглянула в комнату. «Это ты, Джордж?» спросила она. «Да, я», — отозвался Герцтвуд, не поднимая глаз от вечерней газеты, которую он купил по дороге. Кэрри поняла, что с ним творится что-то неладное. В угрюмом настроении Герцтвуд некрасив. Морщинки возле глаз обозначались резче, а смуглая кожа принимала какой-то нездоровый сероватый цвет, вид у него в такие минуты был непривлекательный. Кэрри накрыла на стол и поставила еду. «Обед готов», заметила она, проходя мимо Герцтвуда. Он ничего не ответил и продолжал читать. Кэрри села за стол на свое место, чувствуя себя глубоко несчастной. «Ты разве не будешь есть?» спросила она. Герцтвуд сложил газету и перешел к столу. Молчание лишь изредка прервалось отрывистыми «Передай, пожалуйста». «Сегодня кажется, очень скверная погода», заметила через некоторое время Кэрри. «Да», ответил Герцтвуд. «Он только ковырял вилкой еду». «Ты все еще думаешь, что бар придется закрыть?» спросила Кэрри, пытаясь навести разговор на тему, часто обсуждавшуюся за столом. «Не думаю, а знаю», бросил он с ноткой раздражения в голосе. Его ответ рассердил Кэрри. У нее и без того был невеселый день. «Ты мог бы и не говорить со мной таким тоном», сказала она. «Ох!» вырвалось у Герцтвуда. Он отодвинулся вместе со стулом от стола, собираясь, видимо, что-то добавить, но промолчал и снова принялся за газету. Кэрри поднялась, с трудом сдерживая себя. Герцтвуд понял, что она обиделась. «Не уходи, Кэрри», сказал он, видя, что она направляется на кухню. «Да ешь хотя бы?» Кэрри, ничего не ответив, прошла мимо него. Герцтвуд еще некоторое время почитал газету, потом поднялся и стал надевать пальто. «Я немного пройдусь, Кэрри», сказал он, заходя в кухню. «Мне что-то не по себе». Кэрри молчала. «Не сердись», продолжал Герцтвуд, «завтра опять все будет хорошо». Он смотрел на нее, но она мыла посуду, не обращая на мужа ни малейшего внимания. «До свидания», сказал он, наконец, и вышел. В этой стычке впервые обнаружились их натянутые отношения, а по мере того, как близился день закрытия бара, настроение в доме становилось все более и более мрачным. Герцтвуд не в силах был скрывать то, что в нем происходило, а Кэрри непрестанно спрашивала себя, куда это все ее приведет. Дошло до того, что они почти перестали разговаривать друг с другом, причем не Герцтвуд чуждался Кэрри, а напротив, она сама сторонилась его. И Герцтвуд заметил это. Его возмущало, что она с таким равнодушием стала относиться к нему. Он прилагал все усилия к тому, чтобы сохранить дружеские отношения, как нетрудно это ему давалось при таких обстоятельствах. Но затем с горечью убедился, что Кэрри своим поведением сводит на нет все его старания. Наконец приблизился последний день. Когда он настал, Герцтвуд, который довел себя до такого состояния, что ожидал бури, грома и молний, с облегчением убедился, что этот день ничем не отличается от всякого другого, а в небе даже сияет солнце, и погода довольно теплая. Выходя в это утро к завтраку, он подумал, что в конце концов дело обстоит не так скверно, как ему кажется. «Ну, сегодня мой последний день на земле», сказал он, обращаясь к Кэрри. Та улыбнулась этой шутке. Герцтвуд в довольно веселом настроении стал просматривать газету. Ему казалось, что с его плеч свалился тяжелый груз. «Я схожу на несколько минут в бар, а потом пущусь в поиски», сказал он, покончив с едой. «Завтра я буду искать целый день. Теперь, когда у меня больше свободного времени, мне кажется, легче будет что-нибудь найти». С улыбкой вышел он из дому и отправился в бар на Уоррен-стрит. Шонесси был уже там, и компаньоны поделили общее имущество пропорционально своим долям. Герцвуд провел в баре несколько часов, часа на три, он выходил куда-то, и, когда вернулся, от прежнего приподнятого настроения не осталось и следа. Бар порядком опротивил ему, но теперь, когда он прекращал свое существование, Герцвуд искренне жалел об этом. Ему было грустно, что дело приняло такой оборот. Шонесси держал себя холодно и деловито, когда пробило пять, он заметил, ну вот, я думаю, нам пора подсчитать кассу и поделить выручку. Так они и сделали. Обстановка бара была уже распродана раньше, и вырученная за нее сумма поделена между компаньонами. Ну, будьте здоровы, сказал наконец Герцвуд, делая над собой усилие, чтобы в последнюю минуту сохранить вежливость. Прощайте, ответил Шонесси, не удостоив его даже взглядом. Так прекратил свое существование бар на Уоррен-стрит. Кэрри приготовила хороший обед, но Герцвуд вернулся домой задумчивый и угрюмый. Ну, пытливо взглянула на него Кэрри. Все кончено, сказал Герцвуд, снимая пальто. Глядя на него, она старалась угадать, каковы же его денежные дела. Приступили к обеду, за которым они почти не разговаривали. А у тебя хватит денег, чтобы приобрести долю где-нибудь в другом месте, спросила Кэрри. Нет, ответил Герцвуд, придется пока заняться чем-нибудь другим и скопить немного. Было бы очень хорошо, если бы тебе удалось найти службу, сказала Кэрри, подстрекаемая тревогой и надеждой. Надеюсь, что найду, задумчиво проговорил Герцвуд. Несколько дней после этого Герцвуд каждое утро надевал пальто и уходил из дому. Во время поисков он вначале утешал себя мыслью, что семьюстами долларов в кармане он может найти что-нибудь подходящее. Он подумал было обратиться на какой-нибудь пивоваренный завод и заручиться там поддержкой. Он знал, что такие заводы часто сдают в аренду пивные, сохраняя в своих руках контроль над ними. Но потом сообразил, что в таком случае пришлось бы истратить несколько сот долларов на обстановку и тогда у него не осталось бы ничего на текущие расходы. На жизнь уходило около восьмидесяти долларов в месяц. Нет, решил он в минуты просветления, из этого ничего не выйдет. Я должен поступить на работу и скопить денег. Проблема достать работу казалась ему тем сложнее, чем больше он думал над нею. Искать место управляющего баром. Но где же он найдет это место? По газетным объявлениям никто не искал управляющих. Только долголетней службой или же купив половину или треть пая можно было добиться такого места. Но денег на то, чтобы купить себе долю в совладении баром, который нуждался бы в особым управляющем, у него было слишком мало. Тем не менее Герцтвуд приступил к поискам. Одет он был все еще хорошо, внешность у него была импонирующая, и она вводила людей в заблуждение. При виде этого холиного, полного, уже немолодого джентльмена, каждый думал, что это должно быть вполне обеспеченный человек, от которого простому смертному может что-нибудь перепасть. Герцтвуду исполнилось сорок три года. Он слегка располнел, и много ходить ему было не так-то легко. Он уже несколько лет не занимался никакими физическими упражнениями, ноги у него уставали, плечи ныли, ступни к концу дня горели, хотя он везде, где можно, пользовался трамваем. Вставать и садиться без конца и то было утомительно. От него не укрылось, что люди принимают его за человека состоятельного, ему было ясно, что это только затрудняет его поиски. Конечно, он не жалел о том, что у него такой представительный вид, но ему было стыдно, что эта внешность так не соответствует его положению. Подумал он и об отелях, но тотчас же вспомнил, что у него нет никакого опыта в этой области, что еще важнее друзей, к которым он мог бы обратиться. Правда, у него были знакомые владельцы крупных отелей в разных концах Соединенных Штатов, включая и Нью-Йорк, но они знали о том, что произошло у Фицжеральда и Моя. Он не мог пойти к ним. Что же касается какой-либо другой работы в оптово-бокалейной или маскательной торговле, в страховых обществах и так далее, то опять-таки у него не было опыта. Идти куда-то и просить работы, дожидаться очереди в приемных, а потом ему, элегантному и солидному, признаться, что он ищет место, нет, это невозможно. Его передергивало при одной мысли об этом. Бесцельно слонялся Герц по городу, а так как настали холода, то как-то раз он зашел в вестибюль крупного отеля. Он знал, что всякий, кто прилично одет, может сколько угодно сидеть в мягких креслах вестибюлей. Отель Бредвей Сентрал был одним из лучших в Нью-Йорке. С мучительным чувством Герцфуд опустился в кресло, подумает только, что он дошел до этого. В свое время он слышал, как бездельников, торчащих весь день в вестибюлях отелей, называют грелками для кресел. И он так называл их в свое время. А теперь сам сидит здесь, несмотря на опасность встречи с кем-нибудь из старых знакомых, сидит, спасаясь от холода и усталости. «Нет, так не годится», сказал он себе. «Какой смысл уходить по утрам из дому, не подумав заранее, куда идти? Нужно сперва наметить определенные места и наведаться туда». Ему пришло в голову, что он мог бы, пожалуй, найти место буфетчика в баре. Такие вакансии нередко попадаются, но Герцфуд поспешил отогнать от себя эту мысль буфетчиком. Он, бывший управляющий баром. Ему надоело сидеть в вестибюле отеля, и около четырех часов он отправился домой. Входя в квартиру, Герцфуд постарался придать себе деловой вид, но это была довольно жалкая попытка. Качалка в столовой так и манила к себе. Он тотчас опустился в нее с несколькими газетами, которые захватил по дороге и погрузился в чтение. Кэрри занятая приготовлением обеда, проходя мимо Герцфуда, заметила вскользь, сегодня приходили за квартирной платой. Вот как отозвался Герцфуд. На лбу у него залегла маленькая морщинка. Он вспомнил, что сегодня второе февраля, и значит пора вносить квартирную плату. Герцфуд опустил руку в карман за кошельком и впервые познал, что такое необходимость платить, когда нет никаких видов на будущее. Он посмотрел на пачку зеленых ассигнаций, как смотрит больной, на единственное лекарство, еще способное спасти его. Потом медленно отсчитал двадцать восемь долларов. Вот, возьми, сказал он, подавая деньги Кэрри, когда та снова прошла мимо. Он уткнулся в газеты и продолжал читать. О, какое это облегчение, какой отдых после долгих скитаний и тяжких дум. Потоки телеграфной информации были для него водами леты. Они помогали ему хоть отчасти забыть о своих тревогах. Вот молодая женщина, красивая, если верить газетному портрету, подала в суд, требуя развода у своего богатого толстого мужа, владельца шоколадной фабрики в Бруклине. Вот другая заметка об аварии судна среди льдов Принцева залива. Вот пространный и живой отдел новостей театрального мира, рецензии на состоявшиеся спектакли, отзывы о новых актерах, сообщения режиссеров о намеченных постановках. У Фанни Дейвенпорт будет свой театр на Пятой Авеню, Августин Дейли ставит короля Лира. Герстуд прочел о том, что вандербильты со своими друзьями отправляются во Флориду, открывая тем самым весенний сезон. В горах Кентукки произошла перестрелка между местными жителями. И Герстуд все читал и читал, покачиваясь в качалке возле радиатора и дожидаясь обеда. Глава тридцать пятая. Усилия слабеют лицом к лицу с заботой. Утром Герстуд просмотрел газеты, внимательно проштудировал объявления торговых фирм и сделал несколько отметок у себя в записной книжке. Затем он принялся за отдел спрос на мужскую рабочую силу, но с весьма и весьма неприятным чувством. К его услугам был целый день, очень долгий день, в течение которого можно было что-нибудь найти, и газета должна в этом помочь. Он пробегал глазами длинные столбцы объявлений, где главным образом упоминались пекари, грузчики, повара, наборщики, возщики и так далее. Только два объявления показались ему более или менее интересными. Требовались кассир для мебельного магазина и агент для фирмы, производящей виски. О таких фирмах он почему-то раньше не подумал, и теперь решил тотчас же наведаться по указанному адресу. Фирма, о которой шла речь, называлась Олсбери Компани, производство виски. Герцвуда тотчас же провели к управляющему конторой. Доброе утро, сэр, приветствовал его тот, предполагая, что перед ним иногородний заказчик. Доброе утро, ответил Герцвуд, если я не ошибаюсь, вы давали объявление, что вам требуется агент. а вырвалось у управляющего, который только сейчас понял, в чем дело. Да-да, мы давали такое объявление. Я решил зайти к вам с достоинством, продолжал Герцвуд, так как у меня есть некоторый опыт работы в этой отрасли. Хм, вот как, промычал управляющий. А какой у вас опыт, разрешите узнать? Я, видите ли, управлял раньше крупным баром, а в последнее время был владельцем бара на углу Ворона и Гудзон-стрит. Так-так, произнес управляющий. Герцвуд молчал и дожидался ответа. Да, нам нужен агент, но я не думаю, чтобы наше предложение могло заинтересовать вас. Я понимаю, сказал Герцвуд, но, видите ли, сейчас мне не приходится выбирать, и если место свободно, я охотно возьму его. Управляющий фирмой не слишком тепло отнесся к этому, мне не приходится выбирать, ему нужен был человек, который не стал бы думать о выборе или о чем-то лучшем, а главное, не такой пожилой. Он имел в виду какого-нибудь молодого, расторопного юношу, который рад был бы усердно работать за самое скромное вознаграждение. Герцвуд совсем не понравился ему, у него был более важный вид, чем у самих владельцев фирмы. Что ж, заявил управляющий, мы с удовольствием обсудим вашу кандидатуру. Окончательно мы решим лишь через несколько дней, а пока что я предложил бы вам предоставить нам рекомендации. Хорошо, согласился Герцвуд. Кивнув на прощание, он вышел из кабинета управляющего. Дойдя до угла, он заглянул в записную книжку, где у него был записан адрес мебельной фирмы. Это оказалось на 23-й улице, и Герцвуд немедленно отправился туда. Фирма была маленькая, контора неказистая, служащие сидели без дела и, судя по всему, получали ничтожное жалование. Герцвуд посмотрел в окно и прошел мимо, решив, что сюда обращаться не стоит. «Наверное, им нужна барышня, которые будут платить долларов десять в неделю», подумал он. В час дня он вспомнил, что не ел с утра и зашел в ресторан на Мэдисон-сквер. Там он принялся размышлять, куда бы еще пойти в этот день. Он устал, было холодно, ветер нагнал тучи. По другую сторону Мэдисон-сквер выселись огромные отели, окна которых выходили на оживленную улицу. Герцтвуд решил зайти в один из этих отелей и посидеть в вестибюле. Там было тепло и светло. Накануне он был в отеле Бродвей-Сентрал и не встретил там никого из знакомых. Он надеялся, что и здесь никого не встретит. Найдя свободное место на одном из красивых плюшевых диванов у окна, выходившего накипевшей жизнью Бродвей, Герцтвуд сел и задумался. И снова положение показалось ему не таким уж безнадежным. Удобно сидя на диване и глядя на улицу, он находил утешение в тех нескольких сотнях долларов, которые еще оставались у него в бумажнике. Здесь, в вестибюле роскошного отеля, можно было на время забыть об утомительных поисках и негостеприимных улицах. Но, конечно, это было лишь бегством от более тяжелого к менее тяжелому. Тяжесть на душе и отчаяние не проходили. Медленно тянулись минуты. Час казался бесконечно долгим. Герцтвуд заполнял его наблюдениями над обитателями отеля, которые то приходили, то уходили, и теми пешеходами за окном на Бродвее, чье благополучие сразу можно было угадать по их одежде и настроению. Пожалуй, впервые в Нью-Йорке у него было достаточно досуга, чтобы созерцать все это. Оставшись по неволе праздным, он с любопытством следил за деятельностью других. Как веселы эти молодые люди, и как хороши женщины, как они прекрасно одеты, и у каждого, очевидно, есть какая-то цель, которой он торопился. Он подмечал кокетливые взгляды, которые бросали по сторонам девушки ослепительной красоты. О, какие деньги нужны для того, чтобы поддерживать с ними знакомство! Об этом Герцтвуд был отлично осведомлен. Когда-то он мог себе это позволить, как давно это было. Где-то часы пробили четыре, рановато еще, но все же Герцтвуд решил идти домой. Возвращение на квартиру было связано с мыслью, что Керри заподозрит его в безделье, если он будет приходить чересчур рано. Он и не думал, что так скоро пойдет домой, но уж слишком томительно тянулось время. Там, дома, он был у себя. Он мог сидеть в качалке и читать. там у него перед глазами не было соблазнительной картины шумного хлопотливого Бродвея, там у него были газеты, и Герцтвуд отправился домой. Керри была одна, она читала при скудном свете угасавшего дня. «Ты испортишь себе глаза», сказал Герцтвуд, увидев ее. Сняв пальто, он счел необходимым рассказать ей о событиях дня. «Я был в одном оптовом складе виски», сказал он, «возможно, что я получу там место». «Вот было бы славно». «Да, это было бы неплохо», согласился с нею Герцтвуд. Каждый вечер, проходя мимо киоска на углу, он брал у газетчика две газеты «Ивнинг Волт» и «Ивнинг Сам». И теперь с газетами в руках он, не останавливаясь, прошел мимо Керри. поближе к батарее отопления он зажег свет. Дальше все пошло как накануне, опять его затруднения и тревоги растворились в газетных заметках, которыми он жадно упивался. Следующий день оказался еще более тягостным, так как Герцтвуд не мог придумать, куда бы ему пойти. Все, что он видел в отделе объявлений, а читал он их до десяти часов утра, не подходило ему. Герцтвуд чувствовал, что отправиться на поиски необходимо, но уже самая мысль об этом вызывала в нем содрогание, куда же идти. «Не забудьте оставить мне денег на хозяйство», спокойно сказала Кэрри. У них было заведено, что он каждую неделю выдавал ей двенадцать долларов на хозяйство. Услышав слова Кэрри, Герцтвуд подавил легкий вздох и полез в карман за кошельком. И страх снова охватил его. Он все черпает и черпает из своего скудного запаса, о поступлении никаких. «Боже», сказал он про себя, «так дальше не может продолжаться». Однако Кэрри он ничего не сказал, та и сама чувствовала, что напоминание о деньгах расстроило его. Вскоре каждый расход будет равносилен катастрофе. «Но чем же я виновата?» со своей стороны спрашивала она себя, «почему я должна так мучиться?» Герцтвуд вышел и снова направился к Бродвею. Нужно было придумать, куда идти, но вскоре он очутился у Грэнд отеля на 31 улице. В этом отеле был чрезвычайно уютный вестибюль. Герцтвуд продрог, так как прошел пешком около двадцати кварталов. «Надо зайти в парикмахерскую», решил он. Таким образом, он нашел повод посидеть здесь после бритья. Опять время потянулось бесконечно медленно, и Герцтвуд рано вернулся домой. Так продолжалось несколько дней. Каждый раз его терзала мысль о необходимости искать работу, и каждый раз отвращение к этим поискам, уныние и стыд гнали его в отель, где он часами просиживал без дела. А потом дня три подряд свирепствовала снежная буря, и Герцтвуд вовсе не выходил из дому. Началось с того, что однажды под вечер повалил большими рыхлыми хлопьями снег. Утром он все еще падал, но подул сильный ветер, и газеты предупреждали о надвигающемся буране. Сидя в столовой у окна, Герцтвуд смотрел на устилавшей улицу мягкий белый покров. «Я, пожалуй, сегодня не пойду в город», сказал он за завтраком Керри, «в газетах пишут, что будет метель». «Мне сегодня опять не привезли угля», сказала Керри, заказывавшая топливо мешками. «Я пойду и узнаю, в чем дело», вызвался Герцтвуд, впервые предлагая ей свою помощь. Его услужливость объяснялась тем, что он хотел как-то оправдать свое желание остаться дома. Снег падал целые сутки, и город начал страдать от того, что почти весь транспорт вышел из строя. Газеты в ярких красках описывали безвыходное положение нью-йоркской бедноты. А Герцтвуд сидел возле теплой батареи в углу и читал. Он старался даже не думать о поисках работы. Ужасная метель, остановившая все дела, избавляла его от этой необходимости. Уютно сидя в качалке, Герцтвуд грел ноги и читал. Его благодушие вызывало у Кеви тревогу. Как бы ни был силен Буран, она все же далеко не была уверена, что Герцтвуд правильно поступает нежесть в полном безделье. Слишком философски он относился к своему положению. А Герцтвуд все читал и читал, почти не обращая внимания на Керри, которая хлопотала по дому и почти не разговаривала, чтобы не беспокоить его. На следующий день все еще валил снег, на третий день тоже, и при том сильно похолодало. Считаясь с предупреждениями газет, Герцтвуд сидел дома. Однако он вызывался теперь кое-чем помочь Керри. Раз он пошел вместо нее в мясную лавку, в другой раз в зеленую, эти маленькие услуги нисколько не тяготили его. Они создавали у него ощущение, что он не совсем бесполезен. Напротив, шутка ли ходить по лавкам в такую погоду? На четвертый день прояснилось, и газеты сообщили, что Буран миновал, и все же Герцтвуд по-прежнему сидел дома, оправдываясь тем, что улицы непроходимо грязны. Лишь в полдень он наконец расстался с газетами и двинулся в путь. Слегка потеплело, и снег на тротуарах развезло. Герцтвуд направился в 14-й улице, сел в трамвай и взял пересадочный билет на Бродвей. Он нашел в газете объявление об одном питейном заведении на Терролл-стрит, однако, подъезжая к отелю Бродвей Сентрл, Герцтвуд вдруг передумал. Какой смысл ехать туда рассуждал он, глядя на снег и сляхать. В долю я все равно не могу вступить. Тысяча шансов против одного, что все это будет напрасно. Выйду, пожалуй, и вышел. В вестибюлю отеля он сел в кресло и опять задумался над тем, чтобы предпринять. В то время, как Герцтвуд сидел, углубившись в своей мысли, довольный тем, что находится в тепле, в вестибюле показался хорошо одетый джентльмен. Остановился, пристально посмотрел на Герцтвуда, точно желая проверить свою память и подошел ближе. Герцтвуд сразу узнал Карджела, владельца больших скаковых конюшен в Чикаго. В последний раз он видел этого человека в день выступления Кэрри в любительском спектакле. Он вспомнил, как этот самый Карджел вместе с женой подошел поздороваться с ним. Герцтвуд был чрезвычайно смущен. По выражению его глаз чувствовалось, что он переживает тяжелые минуты. «Да ведь это Герцтвуд!» воскликнул Карджел. Он узнал своего бывшего приятеля, но искренне пожалел, что не узнал его раньше, ибо тогда мог бы избежать неприятной встречи. «Да, это я», сказал Герцтвуд, «как поживаете?» «Очень хорошо», ответил Карджел, стараясь придумать, о чем бы заговорить. «Вы остановились в этом отеле?» «Нет, я только назначил здесь свидание одному человеку. Я слышал, что вы покинули Чикаго. Я все удивлялся, куда это вы пропали?» «О, я уже давно живу здесь», ответил Герцтвуд, думая лишь о том, как бы поскорее отделаться от своего собеседника. «Дела идут хорошо, надеюсь?» «Прекрасно». «Очень рад слышать», сказал Карджел. «Несколько секунд они смущенно разглядывали друг друга. «Ну, я пойду наверх, меня там ждут», сказал наконец Карджел. «Будьте здоровым». Герцтвуд кивнул на прощание. «Проклятье!» пробормотал он, направляясь к двери. «Я так и знал, что это случится». Герцтвуд прошел несколько кварталов и посмотрел на часы. Было только еще половина второго. Он старался придумать куда бы пойти, где бы еще поискать работы. Погода была скверная и Герцтвуду хотелось поскорее очутиться дома. Наконец, почувствовав, что ноги у него озябли и промокли, он сел в трамвай, который доставил его на 59-ю улицу. Куда ехать ему было безразлично. Выйдя из вагона, он направился в обратную сторону по 7-й авеню, но слякоть была совершенно невозможная, и бродить без всякой цели стало невыносимо. Герцтвуду казалось, что он простудился. Подойдя к углу, он стал дожидаться трамвая, направляющегося на южную сторону. Нет, в такой день нельзя ходить по улицам, он поедет домой. Керри была изумлена, увидя его уже в четверть третьего дома. Погода мерзкая, только и сказал он. Потом он снял пиджак и переобулся. Ночью у Герцтвуда начался сильный озноб, и он принял хинин. Его лихорадило до утра, и он, естественно, сидел весь день дома, а Керри ухаживала за ним. Во время болезни он становился беспомощным, к тому же вид у него на сей раз был весьма неприглядный. Он лежал нечесанный, в каком-то бесцветном халате, тусклые глаза глядели мрачно, и он казался теперь почти стариком. Керри все видела, и, конечно, это не могло ей нравиться. Ей хотелось проявить доброту и сочувствие, но что-то в нем удерживало ее на расстоянии. К вечеру у Герцтвуда был такой ужасный вид, что Керри сама предложила ему лечь в постель. «Ложись-ка ты сегодня один», посоветовала она, «Ты будешь лучше себя чувствовать, я сейчас постелю тебе». «Хорошо», согласился Герцтвуд. А Керри возилась с постелью и в отчаянии спрашивала себя, что же будет, что это за жизнь. Еще днем, когда Герцтвуд сидел, сгорбившись у батареи и читал газеты, Керри прошла мимо и, взглянув на него, нахмурилась. Она вышла в гостиную, где было не так тепло, как в столовой, опустилась на стул у окна и расплакалась. Неужели жизнь кончена? Неужели ей суждено до гроба оставаться с человеком, который бездельничает и к тому же совсем равнодушен к ней? Всю свою молодость провести взаперти в этих клетушках, ведь в конце концов она превратилась просто в служанку Герцтвуда. От слез у нее покраснели глаза, и когда, приготовив постель, она зажгла газ и позвала Герцтвуда, тот обратил на это внимание. «Что с тобой, Керри?» спросил он, пристально вглядываясь в нее. Его голос звучал хрипло, волосы были взлохмачены, и это придавало ему крайне неприглядный вид. «Ничего», чуть слышно ответила Кэбби, «ты плакала и не думала даже». Он догадывался, что ее слезы вызваны отнюдь нелюбовью к нему. «Не надо плакать», сказал он, укладываясь в постель, «вот увидишь, все еще уладится». Дня через два Герцтвуд был уже снова на ногах, но так как погода все еще была отвратительная, он остался дома. Газетчик итальянец приносил ему утренние газеты, и Герцтвуд прилежно прочитывал их. После этого он несколько раз бывал в городе, но, повстречавшись снова с кем-то из старых друзей, уже не чувствовал себя уютно в вестибюлях отелей. Теперь он стал рано возвращаться домой и в конце концов перестал даже притворяться, будто ищет работу. Зима неподходящее время для таких поисков. Сидя почти весь день дома, Герцтвуд, конечно, видел, как Келли ведет хозяйство. В роли домашней хозяйки она далеко не была совершенством, и ее мелкие отступления от принципа бережливости привлекли внимание Герцтвуда. Раньше, пока просьбы о деньгах не стали для Герцтвуда мукой, он ничего не замечал. Теперь же, сидя дома без дела, он с удивлением думал о том, как быстро мчатся недели, а Келли каждый вторник требовала денег. «Ты думаешь, что мы живем достаточно экономно?» спросил он в один из таких вторников. «Я делаю все, что могу», ответила Келли. На этом разговор окончился. «Но на следующий день Герцтвуд снова спросил, ты когда-нибудь ходила на рынок Гензевурт?» «Я даже и не знала, что такое существует», ответила Келли. «Вот видишь, а между тем говорят, что там продукты значительно дешевле». Келли не обратила никакого внимания на это указание, такие вещи не интересовали ее. «Сколько ты платишь за фунт мяса?» как-то спросил Герцтвуд. «Разные бывают цены», ответила Келли. «Филейная часть для бифштекс стоит, например, двадцать два цента фунт». «А ты не находишь, что это очень дорого?» В том же духе продолжал он расспрашивать ее и о других продуктах, пока это не превратилось у него в какую-то манию. Герцтвуд узнавал цены и хорошенько запоминал их. Вместе с тем он стал проявлять все большие способности в качестве посыльного. Началось, конечно, с мелочей. Однажды, когда Керри надевала шляпу, Герцтвуд остановил ее. «Куда ты идешь, Керри?» «С булочную», ответила она. «Давай-ка я схожу», предложил он. Керри охотно согласилась, и Герцтвуд пошел за хлебом. Каждый наугол за газетами, он спрашивал ее, «Тебе, может, что-нибудь нужно?» Постепенно Керри привыкла пользоваться его услугами, но зато она лишилась своих еженедельных двенадцати долларов. «Дай мне сегодня на хозяйство», сказала она как-то утром во вторник. «Сколько тебе нужно?» спросил Герцтвуд. Керри великолепно поняла смысл этого вопроса. «Долларов пять», ответила она, «Я задолжала за уголь». Несколько позже, в тот же день, Герцтвуд заметил, «Итальянец науглу продает уголь как будто дешевле, кажется, по двадцать пять центов за бушель. Я буду покупать у него». Герцтвуд. герцтвуд. отнеслась к этому с полным равнодушием, «Хорошо», сказала она, «А потом уже пошло. Джордж, у нас весь уголь вышел». Или, «Джордж, сходи принеси мясо к обеду». Герцтвуд узнавал во всех подробностях, что именно требуется, и отправлялся за покупками. Но следом за экономией пришла скаридность. «Я купил только полфунта говядины», сказал он, как-то возвращаясь с газетами, «По-моему, мы никогда всего не съедаем». Эта отвратительная мелочность изводила Кэрри. Она омрачала ее существование, наполняла тоской ее душу. О, как страшно изменился этот человек. Целый день он сидел дома на одном и том же месте и все читал и читал свои газеты. Казалось, мир потерял для него всякий интерес. Лишь изредка он выходил из дому, если была хорошая погода, иногда часа на четыре, на пять, обычно между одиннадцатью и четырьмя. Кэрри со все возрастающей неприязнью и презрением наблюдала за ним. Герцтудом овладела полная апатия, так как он не видел выхода из создавшегося положения. С каждым месяцем его денежные запасы таяли, теперь у него оставалось лишь пятьсот долларов, и он так цеплялся за них, словно эта сумма могла до бесконечности отдалять нужду. Сидя все время дома, он решил, что не стоит носить хорошее платье, и надевал какой-нибудь старенький костюм. Впервые это случилось, когда наступила плохая погода, но тогда он счел нужным извиниться перед Кэрри. Сегодня такая отвратительная погода, что я решил надеть что-нибудь из старых вещей, сказал он, а потом это уже вошло в привычку. Раньше он имел обыкновение платить пятнадцать центов за бритье и десять оставлять мастеру на чай. В первом порыве отчаяния он сразу урезал чаевые до пяти центов, а затем и совсем свел их на нет. Через некоторое время, однако, он решил побриться в более дешевой парикмахерской, где брали лишь десять центов. Убедившись, что там бреют вполне удовлетворительно, он стал ходить туда. Вскоре он перестал бриться каждый день. Сперва брился через день, потом через два дня, потом лишь раз в неделю, к субботе он весь обрастал щетиной. И, конечно, по мере того, как этот человек терял к себе уважение, теряло уважение к нему и Кэрви. Она не могла понять, что случилось с Герствудом, ведь у него еще оставалось немного денег, у него был в запасе вполне приличный костюм, и когда Герствуд аккуратно одевался, он все еще неплохо выглядел. Кэрви ни на минуту не забывала о том, какую борьбу ей самой пришлось выдержать в Чикаго, но она не забывала также, что не прекращала поисков работы и не сдавалась до конца, а этот человек и не пытается что-либо сделать. Он перестал даже заглядывать в газетные объявления. И, наконец, у нее однажды вырвалось то, о чем она думала постоянно. «Для чего ты кладешь так много масла в жаркое?» спросил как-то Герствуд, околачивавшийся на кухне. «Чтобы оно было вкуснее», ответила Кэрви. «Масло нынче чертовски дорого», пробормотал он. «О, ты не стал бы обращать внимание на это, если бы работал», возразила Кэрви. Герствуд тотчас умолк и вернулся к своим газетам, но ответ Кэрви еще долго сверлил его мозг. Ему впервые случилось услышать от нее такую резкую отповедь. В тот вечер Кэрви приготовила себе постель в гостиной. Это было необычно. Войдя в спальню, Герствуд по своему обыкновению улегся, не зажигая света, и только тогда обнаружил, что Кэрви нет. Как странно, подумал он, может быть, она читает? И еще не ложилась? Больше он не думал об этом и тут сейчас заснул, а наутро убедился, что Кэрви нет рядом с ним. Как ни странно, но этот инцидент не вызвал никаких разговоров. На другой день, с приближением ночи, Кэрви заметила, у меня сегодня что-то голова болит, я лучше буду спать одна. «Как хочешь», сказал Герцтвуд. На третью ночь Кэрви уже без всяких объяснений приготовила себе постель в гостиной, это было жестоким ударом для Герцтвуда, но он все-таки не сказал ни слова. Ладно, пусть спит одна, решил он, но при этом невольно нахмурился. Глава тридцать шестая По наклонной плоскости призрак удачи Супруги Вэнс, возвратившиеся в Нью-Йорк еще к Рождеству, не забыли Кэрви, но они, вернее, миссис Вэнс, не навестили ее по той причине, что она не сообщила им своего адреса. Кэрви переписывалась с миссис Вэнс лишь до тех пор, пока они с Герцтвудом жили на семьдесят восьмой улице, таков уж был ее характер. Но когда они были вынуждены переселиться на тринадцатую улицу, она стала думать, как бы ей не давать нового адреса. Она боялась, что ее приятельница догадается по этому переезду о той перемене к худшему, которая произошла в их положении, и ничего не придумав, Кэрви с сожалением оборвала переписку с миссис Вэнс. А та, не зная чем объяснить молчание приятельницы, решила, что Кэрви по всей вероятности уехала из Нью-Йорка, и что едва ли они когда-нибудь увидятся. Велико было поэтому ее удивление, когда она столкнулась с Кэрви на четырнадцатой улице, куда случайно отправилась за покупками. Кэрви пришла туда с той же целью. «Как, миссис Уиллер, это вы?» воскликнула миссис Вэнс, окидывая Кэрви быстрым взглядом. «Где же вы пропадали?» «Почему вы ни разу не зашли ко мне?» «Я не переставала спрашивать себя, что могло с вами статься, право, я...» «Я очень рада вас видеть», сказала Кэрви, обрадовавшись и вместе с тем сильно смутившись. «Вот уж не вовремя встретила она миссис Вэнс». «Мы живем здесь неподалеку, я все время собиралась побывать у вас. Где же вы сейчас обитаете?» «На двести восемнадцатый», ответила миссис Вэнс. «Это почти на углу седьмой авеню». «Так вы зайдете к нам?» снова спросила она. «Непременно зайду», обещала Кэрви. «Поверьте, мне тоже хотелось повидать вас. Я знаю, что давно уже следовало бы это сделать. Мне даже стыдно, честное слово, но знаете ли... «А вы где живете?» перебила ее миссис Вэнс. «Тринадцатая улица 112 на западной стороне неохотно ответила Кэрви. «О, ведь это совсем близко отсюда», воскликнула ее приятельница. «Да», подтвердила Кэрви, «вы должны как-нибудь зайти ко мне». «Ну и хороши же вы», снова попрекнула ее миссис Вэнс и рассмеялась. Однако во время разговора она успела заметить, что Кэрви как-то изменилась внешне и к тому же этот новый адрес. Все же она очень любила Кэрви и, как всегда, хотела покровительствовать ей. «Зайдемте со мной на минутку сюда», сказала она, потянув Кэрви в универсальный магазин. Когда Кэрви вернулась домой, Герц тут по обыкновению сидел в качалке и читал. К своему положению он, видимо, относился с исключительной беспечностью, он не брился уже по крайней мере четыре дня. «А вдруг зашла бы миссис Вэнс и застала его в таком виде», подумала Кэрви. Она горестно покачала головой, положение становилось совершенно невыносимым. В порыве отчаяния она спросила за обедом, «Что слышно о том оптовом складе, где тебе обещали место? Помнишь, ты мне как-то рассказывал?» «Ничего из этого не вышло», ответил Герц «Вот им не нужен человек, не имеющий опыта». Кэрви прекратила разговор, чувствуя, что не в силах ничего больше сказать. «Я встретила сегодня миссис Вэнс», промолвила она через некоторое время. «Вот как?» отозвался Герц «Да, они снова в Нью-Йорке, у нее очень элегантный вид». «Что ж, она может себе это позволить, пока у ее мужа есть деньги», сказал Герц «У него доходное местечко». Он снова уткнулся в газету и не заметил бесконечно усталого и разочарованного взгляда, который бросила на него Кэрви. «Миссис Вэнс обещала зайти к нам», сказала Кэрви. «Однако она что-то долго собиралась, ты не находишь», заметил Герц тут с некоторым сарказмом. Он не питал особой симпатии к миссис Вэнс, считая ее мотовкой. «Как сказать», ответила Кэрви, растерженная его тоном, «Быть может, я сама не хотела, чтобы она приходила». «Уж больно она легкомысленно», многозначительно произнес Герцтвуд, «за нею может угнаться лишь тот, у кого уйма денег». «Насколько я вижу, мистеру Вэнсу это совсем не в тягость», парировала Кэрви. «Сейчас может и нету, прямо сказал Герцтвуд, прекрасно понявший намек Кэрви. Но его жизнь еще не кончена, мало ли что может случиться, он тоже может сесть на мель, да еще как». На его лице появилось гаденькое выражение, он ехидно подмигнул, как бы злорадно предвкушая крах всех этих счастливцев, а его собственное положение это совсем другое дело, тут все образуется. В этом сказывались последние остатки его прежней самоуверенности и независимости. Проводя все дни дома, читая о деятельности других людей, герцог временами вновь ощущал прилив энергии и былой самонадеянности. Когда он забывал о том, как томительно шататься бестолку по улицам, каким чувством унижения сопровождаются поиски работы, он вдруг гордо выпрямлялся, словно говоря себе, «О, я еще на что-то гожусь, я не совсем пропащий человек, стоит мне только захотеть, и я многого могу достигнуть». В такие минуты он тщательно одевался, брился, натягивал перчатки и пускался в путь, испытывая жажду какой-нибудь деятельности. Герцтуд брел без всякой определенной цели. Он выходил из дому под влиянием настроения и просто чувствовал потребность выйти на улицу и что-то делать. Но в таких случаях у него уплывали деньги. Он знал несколько мест, где играли в покер. У него были знакомые в барах поблизости от ратуши. Повидаться с кем-нибудь из них и поболтать это уже вносило какое-то разнообразие в его жизнь. Когда-то Герцтвуд довольно удачно играл в покер. Случалось, что в кругу друзей он выигрывал сотню долларов, а то и больше. В те времена, однако, такая сумма была лишь чем-то вроде острой приправы к самой игре, ибо не выигрыша было дело, и теперь Герцтвуду снова пришла в голову мысль о покере. Я мог бы, пожалуй, выиграть сотню другую долларов, ведь я еще не разучился играть, подумал он. Надо отдать ему справедливость, эта мысль приходила ему в голову много раз, прежде чем он решился ее осуществить. Первый игорный зал, в который он попал, находился над каким-то кабачком на Уэст-стрит, неподалеку от одной из лечка. Вначале Герцтвуду не везло, ему досталось пять разных карт, не оставлявших даже надежды что-либо прикупить. Игра между тем завязалась. Я пасую, сказал он. При таких картах невольно приходилось жертвовать первоначальной ставкой, но потом ему шла приличная карта, и в конце концов он ушел, унося в кармане выигрыш в несколько долларов. На другой день Герцтвуд вернулся, ища развлечения и наживы. На этот раз он на свою беду получил при сдаче карт трех королей. Напротив него сидел молодой ирландец воинственного вида, из тех, что околачиваются в Таммани Хоул. Ему досталась лучшая карта. Герцтвуд был удивлен настойчивостью, с какой его противник повышал ставки и его хладнокровием. Если этот субъект решился на блеф, он делает это очень искусно, подумал Герцтвуд. Он начал сомневаться в своей карте, но внешне сохранял или старался сохранять полную невозмутимость, помогавшую ему в прежние времена обманывать иных психологов игорного стола, которые не руководствуются реальными данными, а предпочитают читать чужие мысли и угадывать настроение. Он не мог побороть в себе трусливую мысль, что карта у противника возможно лучше, чем у него, что тот будет упорствовать до конца и вытянет у него все до последнего доллара, если он сам вовремя не отступит. А все-таки почему не сорвать большой куш, ведь карта превосходная, почему не повысить еще? Ставлю еще три, сказал молодой ирландец. Пусть уж будут все пять, отозвался Герцвуд, пододвигая в банк стопочку фишек. И еще столько же, сказал его противник, в свою очередь, прибавляя в банк стопочку красных фишек. Разрешите мне еще фишек, попросил Герцвуд, обращаясь к крупье и протянул ему ассигнацию. Молодой ирландец насмешливо осклабился, когда Герцвуд, получив фишки, покрыл ставку. Еще пять, сказал ирландец. У Герцвуда на лбу выступила испарина, игра все больше и больше втягивала его, и он зашел в ней слишком далеко, особенно если учесть состояние его финансов. В банке было уже шестьдесят долларов его кровных денег. По натуре Герцвуд далеко не был трусом, но при мысли, что может сразу столько потерять, он почувствовал какую-то слабость во всем теле, в конце концов он сдался, он больше не доверял своей хорошей карте. «Что у вас?» спросил он у партнера, закрывая игру. «Тройка и пара», ответил тот, показывая карты. Руки Герцвуда бессильно опустились. «А я уж думал, что поймал вас», еле слышно пробормотал он. Молодой человек загреб все фишки, а Герцвуд вышел из комнаты. Спускаясь по лестнице, он остановился и пересчитал деньги. «Триста сорок долларов», прошептал он. «Как много денег ушло у него с тех пор, как закрылся бар». Вернувшись домой, он принял твердое решение больше не играть в карты. Кеви не забыла обещание миссис Венс навестить ее и попыталась еще раз воздействовать на Герцвуда. Дело было в его внешности. В этот день, придя домой, он по обыкновению переоделся в старый костюм, в котором проводил теперь все время. «Но скажи, пожалуйста, зачем ты только надеваешь это старье?» спросила Кэрри. «А какой смысл носить дома хороший костюм?» вопросом же ответил Герцвуд. «Мне кажется, что в приличном костюме ты и сам чувствовал бы себя лучше, и ведь к нам может кто-нибудь зайти?» добавила она. «Кто, например?» «Да хотя бы миссис Лэнс». «Ей незачем видеть меня», угрюма отозвался Герцвуд. Подобное отсутствие самолюбия и интереса к чему бы то ни было, кроме газет, вызвало в Кэрри возмущение, граничащее с ненавистью. «Вот так и сидит целыми днями», подумала она. «Ей незачем видеть меня?» «Да как ему не стыдно?» Но наибольшую горечь Кэрри испытала в тот день, когда миссис Вэнс в самом деле зашла проведать свою бывшую приятельницу. Она ходила по магазинам и решила заглянуть к Кэрри. Поднявшись по довольно жалкой лестнице, она постучалась. К ее огорчению Кэрри не оказалась дома. Герцвуд отпер дверь, предполагая, что это она возвращается домой. При виде миссис Вэнс он растерялся. Потухшая была гордость снова вспыхнула в нем. «А-а-а!» Миссис Вэнс на силу произнес он «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» отозвалась миссис Вэнс, не веря своим глазам. Она сразу заметила, как сильно он смутился. Он мялся, не зная, предложить ли гости войти или нет, и та продолжала стоять в дверях. «Ваша супруга дома?» спросила она. «Нет, Кэрри куда-то вышла», ответил он. «Вы, может быть, зайдете, она скоро вернется». «Нет, я очень тороплюсь», ответила миссис Вэнс, поняв, как изменилась жизнь ее друзей. Я хотела заглянуть на минутку, так как была поблизости, «Но остаться я никак не могу. Пожалуйста, передайте вашей супруге, что я очень прошу ее навестить меня». «Передам», сказал Герцтвуд, отступая назад. Он почувствовал большое облегчение, когда гостья ушла. Ему было так стыдно, что, усевшись в качалку, он слабо сжал переплетенные пальцы и задумался. Кэрри подходила к дому с противоположной стороны, и ей показалось, что она издали видит удаляющуюся миссис Венс, но, как ни напрягало она зрение, она все же не была уверена в этом. «Кто-нибудь заходил к нам сейчас?» был первый вопрос, который она задала Герцтвуду. «Да, с виноватым видом», ответил он, «заходила миссис Венс». «И она видела тебя?» спросила Кэрри тоном, в котором выразилось все овладевшее ею отчаяние. Этот тон обжег Герцтвуда, как удар хлыста, он насупился. «Если у нее есть глаза, то она меня видела», ответил он, я открывал ей дверь. Ох, вырвалось у Кэрри, и она нервно сжала пальцы в кулак. «Она что-нибудь просила передать?» «Нет, ничего», ответил Герцтвуд, «она не могла остаться, сказала, что у нее нет времени». «И ты показался ей в таком виде?» воскликнула Кэрри, отбросив свою обычную сдержанность. «Ну и что же из этого?» в свою очередь обозлился Герцтвуд, «откуда я мог знать, что она вздумает прийти?» «Ты прекрасно знал, что она может прийти», сказала Кэрри, «я тебя предупреждала, я говорила тебе, что она обещала зайти, сколько раз я просила тебя надевать другой костюм, ох, какой ужас!» «Доставь, пожалуйста», проворчал Герцтвуд, «что за беда, ты все равно не можешь водить знакомство с нею, она слишком богата». «А кто тебе говорил, что я этого хочу?» вспылила Кэрри. «Ну, ты так ведешь себя, устраиваешь сцены из-за того, что я так одет. Можно подумать, что я совершил...» Кэрри не дала ему кончить. «Да, ты прав, я не могла бы дружить с нею, даже если бы мне этого очень хотелось, но кто в том виноват?» «Хорошо тебе, сидя тут в полном безделье, указывать, с кем мне водить знакомство и с кем не водить, ты бы лучше пошел искать работу». Это было как гром среди ясного неба. «А тебе-то что за дело?» почти выкрикнул Герц тут вставая. «Я плачу за квартиру, не так ли? Я доставляю...» «Да, ты платишь за квартиру», спокойно ответила Кэрри. «Послушать тебя, так можно подумать, что на свете только и радости, что сидеть здесь в квартире. Вот уже три месяца, как ты сидишь тут, и за это время ты палец о палец не ударил, чтобы сделать хоть что-нибудь, только суешься вечно не в свое дело на кухне, и зачем понадобилось тебе жениться на мне?» «Я вовсе не женился на тебя», грызнулся Герц тут. «То есть как не женился?» «А что же в таком случае было в Монреале?» с изумлением спросила Кэрри. «Что бы там ни было, можешь забыть об этом», ответил Герц тут, «факт тот, что никакой женить бы не было, будто ты сама не знаешь». Несколько секунд Кэрри смотрела на него широко раскрытыми глазами. Она была уверена, что связана с Герц самым настоящим браком. «Зачем же ты лгал мне?» спросила она, «Зачем ты силой заставил меня бежать с тобой?» Последние слова прозвучали почти как рыдание. «Заставил бежать?» повторил Герц фут, презрительно кривя губы. «Кто тебя заставлял?» «О-о-о-о!» Только вскрикнула Кэрри не выдержав «О-о-о!» Снова вырвалась у нее из груди и она выбежала в гостиную. А Герц фут был разгорячен и окончательно стряхнул с себя оцепенение. Это была для него изрядная встряска, моральная и физическая. Он потер лицо Тойер растерянно оглянулся. Затем вышел и стал переодеваться. Из комнаты, где находилась Кэрри, не доносилось ни звука. Услышав, что Герствуд одевается, она подавила рыдание. У нее мелькнула тревожная мысль, что он уйдет и оставит ее без гроша. Но мысль о том, что она может потерять его навсегда, не тревожила ее ни секунды. Она слышала, как он открывал шкаф, доставая с верхней полки шляпу, потом дверь хлопнула, и стало ясно, что он ушел. Кэрри сейчас же встала, глаза ее были сухим. Она выглянула в окно. Герствуд уже шагал по направлению к шестой авеню. Он пошел по тринадцатой улице, затем пересек четырнадцатую и повернул к Юнион-сквер. «Искать работу!» — беззвучно шептали его губы. «Искать работу! Она велит мне искать работу!» Он пытался защищать себя от обвинения, которое бросал ему собственный разум, не перестававший твердить, что Кэрри совершенно права. «И принесло же эту миссис Вэнс!» — сердился он. «Как она меня оглядела с головы до ног! Я прекрасно знаю, что она подумала». «Он вспомнил те несколько случаев, когда видел миссис Вэнс на семьдесят восьмой улице. У нее всегда был вид богатой дамы, и Герствуд в ее присутствии старался держать себя как человек того же круга. Подумать только, что теперь она застала его в таком виде?» Герствуд страдальчески наморщил лопо. «О, дьявол!» — то и дело повторял он. Когда он уходил из дому, было уже четверть пятого. Он оставил Кэрри в слезах, и, значит, сегодня нечего было рассчитывать на обед. Какого черта мысленно твердил он, стараясь скрыть от самого себя свой позор? «Не так уж я плох! Я еще не вышел в тираж!» Он оглянулся и, заметив, что находится неподалеку от крупных отелей, решил зайти в один из них и пообедать. Там он возьмет газеты и устроится как-нибудь поудобнее. Герствуд поднялся в роскошную гостиную отеля «Мортон», считавшегося в то время одной из лучших гостиниц Нью-Йорка, расположился в мягком кресле и принялся читать. Мысль, что средства его быстро тают, и что он не вправе позволить себе такую роскошь, нисколько не смущала его сейчас. Подобно морфинисту, он мало-помалу становился рабом временного забвения. Что угодно, лишь бы облегчить боль в душе и побыть в уюте и покое, без этого он уже не мог жить. К черту все думай о завтрашнем дне! Завтра было таким же страшным, как всякая беда. Он всеми силами пытался отогнать мысль, что вскоре останется без гроша. Как мы гоним от себя мысль о неизбежности смерти? И это ему почти удавалось. Хорошо одетые посетители, проходившие по толстым коврам, заставили его перенестись мыслью в прошлое. Герствуду понравилась какая-то жившая в отеле молодая дама, которая играла в ниши на рояле. И он пересел со своей газетой поближе. Обед обошелся ему в полтора доллара. В восемь часов вечера Герствуд покончил с едой. Он заметил, что посетители расходятся, а толпа искателей развлечений на улице становится гуще. Он тоже вышел на улицу, думая о том, куда бы пойти, только не домой. Кэрри еще не легла спать. Нет, сейчас он ни за что не пойдет домой. Он проведет время так, как это может позволить себе человек независимый, сохранивший свое положение в обществе. Герствуд закурил сигару и остановился на ближайшем углу, где стояли группами десятки таких же праздно шатающихся, как и он, агентов, скаковых маклеров, актеров, его собратьев по духу. Невольно вспомнился ему Чикаго. Сколько раз он проводил вечера за картами, с друзьями. Его мысли вернулись к покеру. «В прошлый раз я сглупил», — подумал он, вспомнив о том, как проиграл шестьдесят долларов. Напрасно сдался. В конце концов, я бы запугал того парня. Просто я был не в ударе. Вот это и погубило меня. Он стал перебирать в уме разные возможности, которые открываются в игре, мысленно представляя себе, как бы он обыграл того или иного противника, если бы только блефовал посмелее. «Я достаточно опытен в игре и должен этим воспользоваться. Надо еще раз попытать сегодня счастье». Ему мерещились огромные ставки. Вдруг он выиграет сотню-другую долларов. Вот это была бы удача. Он знал многих живших игрой в карты и живших притом весьма недурно. «А у них было вначале не больше денег, чем у меня», — размышлял он. Герцтвуд отправился в один из ближайших игорных залов, чувствуя себя почти так же хорошо, как в былые дни. Сначала гнев на Керри, а потом хороший обед, коктейль и ароматная сигара заставили его забыть о своем плачевном состоянии, и на несколько часов он снова стал почти тем самым Герцтвудом, каким был когда-то. И все-таки это не был прежний Герцтвуд. Это был человек, спорящий со своей совестью и влекомый миражем. Игорный зал ничем не отличался от того, в котором Герцтвуд побывал в прошлый раз. Разница была лишь в том, что этот помещался при несколько лучшем баре. Некоторое время Герцтвуд наблюдал за игрой, а потом и сам присоединился к ней. Как и в тот раз, сперва все шло довольно гладко. Герцтвуд несколько раз выигрывал, что подбадривало его, потом проигрывал, что еще больше его затягивало. Его охватил азарт. Он наслаждался риском и, как-то имея в руках совершенно ничтожную карту, решился на блеф, чтобы сорвать крупный куш. К величайшему удовольствию Герцтвуда это ему удалось. Победа вскружила ему голову, и он решил, что сегодня счастье на его стороне. Никто не выиграл больше. Ему попалась посредственная карта, и он попробовал открыть праздник. Но его партнерами были наблюдательные игроки, которые почти что читали его мысли. «У меня на руках тройка, буду держаться до конца», — подумал про себя один из них. Началось повышение ставок. «Ставлю еще десять», — заявил Герцтвуд. «Ответил», — сказал партнер. «Еще десять». «Ответил». «Еще десять». «Ответил». Дошло до того, что в банке набралось уже много денег, в том числе 75 долларов Герцтвуда. Его противник серьезно призадумался, а вдруг мелькнула у него мысль, у этого субъекта сильная карта, поэтому он решил открыться. «Что у вас?» — спросил он. Герцтвуд открыл. Его карта была бита. Неприятное открытие, что он потерял одним махом семьдесят пять долларов, привело Герцтвуду в отчаяние. «Еще одну сдачу», — угрюмо предложил он. «Идет», — согласился партнер. Некоторые из игроков покинули свои места и их сменили любопытные. Время шло. И вскоре часы пробили двенадцать. Герцтвуд выигрывал и проигрывал небольшие суммы. Он сильно устал и при самой последней сдаче проиграл еще двадцать долларов. На душе у него кошки скребли. Лишь в четверть второго вышел он из игорного зала. Пустые холодные улицы, казалось, издевались над ним. Герцтвуд медленно направился домой, почти забыв о своей ссоре с Кэрри. Он поднялся по лестнице и вошел в квартиру с таким видом, словно ничего и не случилось. Он думал только о своем проигрыше. Присев на кровать, Герцтвуд пересчитал деньги. Теперь у него оставалось всего сто девяносто долларов и немного мелочи. Он спрятал деньги в карман и начал раздеваться. «Что это со мной в самом деле?» — растерянно подумал он. Утром Кэрри почти не разговаривала с ним, и Герцтвуд чувствовал, что ему лучше снова уйти из дому. Он сознавал, что скверно обошелся с Кэрри, но не мог заставить себя сделать первый шаг к примирению. Им овладело отчаяние. Несколько дней подряд он уходил из дому и вел жизнь джентльмена, вернее, жил так, как по его представлениям должен жить джентльмен, а это стоило денег. После такого времяпрепровождения он еще хуже чувствовал себя и физически, и морально, не говоря уже о том, что содержимое его кошелька уменьшилось на тридцать долларов. Лишь тогда Герцтвуд как будто протрезвел и снова стал самим собой. «Сегодня должны прийти за квартирной платой», — сказала Кэрри. Это были ее первые слова за последние три дня. «Вот как?» — удивился Герцтвуд. «Сегодня второе число», — подтвердила она. Герцтвуд нахмурил брови и с безнадежным чувством полез в карман за кошельком. «Ужасно много денег приходится платить за квартиру», — сказал он. Приближалась очередь последних ста долларов. Глава тридцать седьмая. Воля пробуждается снова в поисках выхода. Нет смысла рассказывать шаг за шагом о том, как с течением времени дело дошло до последних пятидесяти долларов. При той легкости, с какой Герцтвуд обращался с деньгами, его семисот долларов хватило до июня. Но еще раньше, чем начать последнюю сотню, он стал поговаривать о приближающейся катастрофе. «Право, не понимаю, почему у нас так много уходит денег», — сказал он однажды, придравшись к сумме, израсходованной на мясо. «Я вовсе не нахожу, что мы много тратим», — возразила ему Керри. «Мои деньги почти на исходе», — продолжал он. «Понять не могу, на что только они ушли». «Ты хочешь сказать, что у тебя ушли все семьсот долларов?» — воскликнула Керри. «Да, осталось всего лишь сто». У него был такой безутешный вид, что Керри испугалась. Она стала понимать, что и сама беспомощно плывет по течению. Впрочем, она все время чувствовала это. «Но, Джордж, почему же ты не поищешь работы?» — воскликнула она. «Ты, наверное, мог бы что-нибудь найти». «Я искал», — ответил он. «Не могу же я заставить людей дать мне работу?» Керри некоторое время пристально глядела на него и, наконец, сказала. «Что же ты намерен делать? Ведь ста долларов нам хватит ненадолго». «Не знаю», — ответил он. «Я могу только искать, другого ничего не остается». От слов Герцтвуда Керри стало страшно. «Что же теперь делать?» Она часто вспоминала о театре, как о двери, через которую можно проникнуть в столь прельщавшую ее, сверкающую позолотой жизнь. И теперь, как и в свое время в Чикаго, она ухватилась за эту мысль. Необходимо что-то предпринять, и как можно скорее, если только Герцтвуд в самое ближайшее время не найдет работы. Ведь очень может быть, что ей опять придется начать борьбу за кусок хлеба, и на сей раз совсем одной. Керри раздумывала о том, как же, собственно, попадают на сцену. Поиски актерской работы в Чикаго убедили ее, что она выбрала тогда неправильный путь. Наверное, есть люди, которые тебя выслушают, испытают и дадут возможность показать свои способности. Как-то за завтраком, два дня спустя, Керри упомянула об афишах, извещающих о приезде в Америку Сара Бернар. Герцтвуд тоже знал об этом из газет. «Как люди попадают на сцену, Джордж?» самым невинным тоном спросила Керри. «Право, не знаю», — ответил он. «Надо полагать, что для этого существуют специальные театральные агентства». Керри прихлебывала кофе, не поднимая глаз от чашки. «И там подыскивают места желающим?» «Да, я так думаю», — ответил он. Тут Герцтвуд вдруг обратил внимание на какую-то особую нотку в голосе Керри и тотчас спросил, «Неужели ты все еще подумываешь о сцене?» «Нет, мне просто любопытно», — ответила она. Не отдавая себе в том ясного отчета, Герцтвуд был почему-то против подобной затеи. Ему не верилось, что Керри, за которой он имел возможность наблюдать в течение трех лет, способна сделать карьеру на сцене. Слишком уж она простодушна, слишком уступчива по натуре. В его представлении искусство требовало большей помпезности. Если Керри попытается попасть на сцену, она того и гляди, очутится в лапах какого-нибудь мошенника-антрепренера и станет такой же, как все они. Герцтвуд прекрасно знал, что он подразумевает под словами «все они». Керри не дурна собой, что ж она, пожалуй, неплохо устроится. Но что тогда будет с ним? На твоем месте я выкинул бы из головы всякую мысль о сцене. Это гораздо труднее, чем ты себе представляешь. Керри усмотрела в его словах пренебрежение к своим артистическим способностям. «Тогда в Чикаго ты говорил мне, что я играла очень хорошо», возразила она. «Это верно», согласился с ней Герцтвуд, заметив, что она собирается спорить. «Но Чикаго — это не Нью-Йорк». Керри ничего не ответила. Она была обижена. «Сцена очень хороша для первоклассных актеров», продолжал Герцтвуд, «но не для мелких сошек, а для того, чтобы пробиться и приобрести известность нужно много времени». «Не знаю, не знаю», задумчиво произнесла Керри, которую этот разговор немного взволновал. А Герцтвуду с внезапной ясностью представилось, что из всего этого может выйти. Теперь, когда его положение стало критическим и близится катастрофа, Керри всеми правдами и неправдами проберется на сцену, а его бросит на произвол судьбы. У Герцтвуда было ложное представление о моральных качествах Керри. И все потому, что он не понимал величия чувств. Он никогда не знал, что великим человек может быть и благодаря своим чувствам, не только уму. Что же касается любительского спектакля в масонской ложе, то он был слишком давно, и воспоминания об этом спектакле уже значительно поблекли. Герцтвуд слишком долго жил с этой женщиной, чтобы преклоняться перед нею. А я знаю, настаивал он, на твоем месте я и думать не стал бы об этом, да и вообще это не профессия для женщины. «Во всяком случае, это лучше голода», сказала Кэрри. «Если ты не хочешь, чтобы я пошла на сцену, почему ты не подыщешь себе какой-нибудь работы?» На это у Герцтвуда не было ответа. Но к таким напоминаниям он уже привык. «Ах, оставь!» отмахнулся он. После этого разговора Кэрри все же втайне решила осуществить свою мечту. «Герцтвуду до этого нет дела. Она не позволит ему вовлечь ее в нищету лишь потому, что ему так нравится. У нее, несомненно, есть талант. Она поступит в какой-нибудь театр и постепенно добьется успеха. Что он тогда скажет?» Она уже вообразила, что выступает в каком-нибудь замечательном спектакле на Бродвее. Каждый вечер она входит в свою артистическую уборную и гримируется. По окончании спектакля, покидая театр, она видит множество экипажей, дожидающихся на улице. Ей, в сущности, сейчас было совершенно безразлично, станет она знаменитостью или нет. Только бы проникнуть на сцену, зарабатывать достаточно на жизнь, одеваться по своему вкусу, идти, куда хочешь, и делать, что хочешь. О, как это было бы прекрасно! Весь день она не переставала думать об этом, и еще ярче казалась Кэрри красота этой жизни, когда она видела опустившегося Герцтвуда. Как ни странно, ее идея стала постепенно укореняться и в сознании Герцтвуда. Быстро таявшие деньги напоминали о том, что в скором времени он будет нуждаться в поддержке. Почему бы Кэрри и не помочь ему, пока он не найдет работы? Однажды он вернулся домой, поглощенный этой мыслью. «Я встретил сегодня Джона Дрейка», начал Герцтвуд. «Он осенью открывает здесь отель и обещает дать мне какое-нибудь место». «А кто это такой?» «Он владелец отеля Грэнд Пасифик в Чикаго». «Вот как?» «Я получал бы у него тысячи полторы в год». «Что ж, это было бы очень недурно», сочувственно отозвалась Кэрри. «Только бы продержаться до осени и все опять будет хорошо», продолжал Герцтвуд. «Я снова установил связь с некоторыми старыми друзьями». Кэрри доверчиво проглотила эту басню. Ей искренне хотелось помочь Герцтвуду как-то пережить лето. Он стал таким растерянным и беспомощным. «Сколько у тебя осталось денег?» спросила она. «Всего пятьдесят долларов». «О Боже!» вырвалось у Кэрри. «Что же мы будем делать? Через три недели снова надо будет платить за квартиру». Герцтвуд опустил голову на руки и тупо уставился в пол. «Может быть ты поищешь что-нибудь в театрах?» мягко произнес он наконец. «Да, пожалуй», согласилась Кэрри, обрадовавшись, что хоть кто-то одобрил ее идею. «А я возьмусь за любую работу, какая попадется», добавил Герцтвуд, заметив, что Кэрри просияла от его слов. «Я наверняка что-нибудь найду». В один из ближайших дней Кэрри после ухода Герцтвуда убрала квартиру, принарядилась, насколько позволял ее скудный гардероб, и направилась к Бродвею. Она была еще плохо знакома с этой улицей, которая представлялась ей средоточием всего грандиозного и чудесного. Если здесь на Бродвее расположены театры, то где-нибудь поблизости должны быть и театральные агентства. Она решила зайти в театр на Мэдисон Сквер и узнать там, где находятся агентства. Это казалось ей наиболее разумным. Войдя в вестибюль, Кэрри обратилась к сидевшему за окошком кассиру. «Что? Театральные агентства?» повторил он, выглядывая из окошечка. «Право, не знаю, но, может быть, вы найдете нужные вам сведения в рекламе, там публикуются адреса подобных учреждений». «А что это такое?» спросила Кэрри. «Газета, журнал?» «Газета», ответил кассир, девясь такому невежеству. «Вы достанете ее в любом киоске», вежливо добавил он, разглядев, что перед ним хорошенькая женщина. Кэрри купила рекламу и тут же у киоска принялась искать в ней адреса агентств. Это оказалось не так-то легко. До тринадцатой улицы было далеко, но Кэрри все-таки отправилась домой, крепко зажав в руке драгоценную газету и жалея о потерянном времени. Герц тут уже успел вернуться и сидел на своем обычном месте. «Где ты была?» спросил он. «Я пыталась найти какое-нибудь театральное агентство». Он не решился расспрашивать, чем кончились ее поиски, но газета у нее в руках привлекла его внимание. Что это у тебя? «Реклама», ответила Кэрри. «Мне сказали, что в этой газете я найду адреса театральных агентств». «И только ради этого ты ходила на Бродвей. Я и сам мог бы тебе сказать это». «Почему же ты не сказал?» спросила Кэрри, не поднимая глаз от газеты. «Ты меня не спрашивала?» ответил Герцтут. Взгляд Кэрри бесцельно скользил по мелкому шрифту. Сейчас она думала лишь о том, как равнодушен к ней этот человек. Все, что он делал и говорил, еще больше огорчало ее. В душе Кэрри рассложалась к себе, слезы задрожали у нее на ресницах. Герцтут что-то почувствовал. «Дай-ка я посмотрю», предложил он. Чтобы немного успокоиться, Кэрри ушла в другую комнату и не выходила, пока Герцтут просматривал объявление. Вскоре она вернулась в столовую. Герцтут что-то писал карандашом на старом конверте. «Вот тебе три адреса», сказал он. Кэрри взяла у него конверт, на котором значились миссис Бермудес, мистер Маркус Дженкс и третий Перси Уэйл. Подумав, она тотчас же направилась к двери. «Пойду по адресам», на ходу бросила она, даже не оглянувшись на Герцтута. А тот смотрел ей вслед со смутным ощущением стыда. В нем пробудились остатки мужской гордости, но тотчас исчезли. Посидев немного, Герцтут не вытерпел, встал и надел шляпу. «Надо погулять», решил он, чувствуя потребность куда-нибудь пойти. Он вышел на улицу и побрел, куда глаза глядят. Кэрри же направилась по самому ближнему адресу к миссис Бермудес. Контора занимала часть старинного особняка. Две комнаты, видимо, раньше их использовали как запасную спальню и как переднюю. На двери одной из них красовалась без доклада не входить. Кэрри вошла в приемную, где дожидались очереди несколько мужчин. Они сидели почти не разговаривая. Вскоре дверь отворилась и в приемную вышли две мужеподобные женщины в облегающих костюмах с белыми воротничками и манжетами. Следом за ними показалась дородная дама лет сорока пяти со светлыми волосами и проницательным взглядом. Судя по внешности, она была довольно добродушна. По крайней мере, она улыбалась. «Так вы, пожалуйста, не забудьте», сказала ей на прощание одна из женщин. «Нет, не забуду», ответила дородная дама и тотчас добавила, «Погодите-ка, где вы будете в начале февраля? В Питцбурге». «Хорошо, я вам напишу туда». «Отлично», согласилась клиентка и вышла вместе со своей спутницей. В то же мгновение улыбка на лице полной дамы сменилась выражением сухой деловитости. Она глядела присутствующих и остановила испытующий взгляд на Керри. «Ну, сударыня, чем могу вам служить?» спросила она. «Вы миссис Бермудес, не так ли?» «Да». «Так вот, скажите мне, пожалуйста», начала Керри, не зная, как приступить к делу, «Вы устраиваете актеров на сцену?» «Да». «Не могли бы вы подыскать что-нибудь для меня?» «А у вас есть какой-нибудь опыт?» «Очень незначительный», призналась Керри. «В какой труппе вы играли?» «О, ни в какой, начала объяснять Керри, это был просто спектакль устроенный...» «А, понимаю», прервала ее миссис Бермудес. «Нет, в данную минуту я ничего не могу вам предложить». У Керри вытянулось лицо. «Вам нужно сначала поработать в Нью-Йорке», сказала в заключении добродушная миссис Бермудес. «Но я на всякий случай попрошу вас оставить нам свой адрес». Керри не двигалась с места, провожая взглядом дородную даму, поплывшую к себе в кабинет. «Где вы живете?» обратилась к Керри молодая девица, сидевшая за письменным столом, продолжая прерванный полный дамой разговор. «Я миссис Джордж Уиллер», сказала Керри, подходя к ней ближе. Девица записала имя и адрес и кивком дала понять, что больше от Керри ничего не требуется. «Приблизительно то же самое произошло и в конторе мистера Дженкса, с той только разницей, что на прощание этот джентльмен сказал, «Если бы вы выступали в каком-нибудь из местных театров, или у вас была программа с вашим именем, я мог бы что-нибудь для вас придумать». А в третьем месте ее сразу спросили, какого рода работу вы ищете. «Я вас не совсем понимаю», сказала Керри, «ну, где, например, хотели бы вы выступить в комедии, в Адевиле, или, может быть, хористской?» «Я хотела бы получить роль в какой-нибудь пьесе», ответила Керри. «Хм», промычал театральный агент. «Это вам будет кое-что стоить». «Сколько?» спросила Керри, которая, как это не смешно, никогда раньше не думала о подобной возможности. «А это предоставляется решить вам самой», с лукавым видом ответил тот. Керри в изумлении уставилась на него. Она положительно не знала, как продолжать разговор. «А если бы я вам заплатила, вы устроили бы меня», спросила она, «обязательно, в противном случае вы получили бы свои деньги обратно». «Ах, вот как», сказала Керри. Агенту было ясно, что он имеет дело с человеком совершенно неопытным, поэтому он продолжал, «вам нужно оставить залог долларов в пятьдесят, не меньше, никто не станет возиться с вами за меньшую сумму». Керри начала понимать. «Благодарю вас», сказала она, «я подумаю». И она направилась к двери, но вдруг, вспомнив о чем-то, остановилась. «А скоро вы могли бы подыскать для меня место?» спросила она. «Ну, на это трудно ответить», отозвался агент. «Может пройти неделя, а то и месяц, во всяком случае, вам была бы предоставлена первая подходящая вакансия». «Понимаю», сказала Керри и застенчиво улыбнувшись вышла из конторы. Театральный агент несколько секунд смотрел ей вслед, потом произнес про себя просто умора, как эти женщины стремятся на сцену. Последнее предложение заставило Керри задуматься. «А вдруг у меня возьмут деньги и ничего не дадут взамен?» подумала она. «У нее были кое-какие драгоценности, колечко с бриллиантом, брошка и несколько безделушек. Если пойти в ломбард, то она, пожалуй, получит за все это пятьдесят долларов». Герстуд был уже дома. Он не думал, что Керри так долго будет бегать по конторам, но, что слышно, начал он, не решаясь прямо спросить, к чему привели ее поиски. «Я еще ничего не нашла», сказала Керри, снимая перчатки. «Все они требуют денег и только тогда берутся достать место». «А сколько они просят?» поинтересовался Герстуд. «Пятьдесят долларов». «Однако и аппетиты же у них». «О, они не хуже других», ответила Керри, «и даже нельзя знать заранее, достанут ли тебе работу после того, как ты дашь деньги». «Да, я не стал бы давать пятьдесят долларов за одни обещания», сказал Герстуд, точно деньги были у него в руках и от него зависело решение вопроса. «Не знаю», задумчиво произнесла Керри, «пожалуй, попытаюсь счастья у кого-нибудь из антрепренеров». Герстуд спокойно выслушал это, до его сознания даже не дошло, как ужасен этот план. Он тихо раскачивался взад и вперед и грыз ногти. Все казалось ему приемлемым при создавшемся положении. Впоследствии он постарается исправить дело. Глава тридцать восьмая «В стране грез, кругом суровый мир». На следующий день Керри возобновила поиски. Она отправилась в казино, но оказалось, что поступить в хористки так же трудно, как найти работу где-либо в другом месте. Девушек со смазливыми личиками, годных для роли статисток, так же много, как и чернорабочих, умеющих орудовать киркой. К тому же она убедилась, что театры обращают внимание только на внешность тех, кто ищет работу, мнение же последних о своих сценических способностях, никого не интересует. «Могу я видеть мистера Грея?» обратилась Керри к угрюмому швейцару, охранявшему в казино вход за кулисы. «Нет, он сейчас занят. А вы не скажете, когда я могла бы увидеть его?» «Он вам назначил прийти сегодня?» «Нет». «Тогда обратитесь к нему в канцелярию». «Боже мой», вырвалось у Керри, «где же находится его канцелярия?» Швейцар сообщил ей номер комнаты. Керри понимала, что сейчас идти туда не стоило, поскольку мистера Грея все равно там не было. Оставалось лишь употребить свободное время на дальнейшие поиски. Но везде повторялась одна и та же история. Мистер Дейли, например, принимал лишь тех, кто был в тот день назначен к нему на прием. Но Керри целый час прождала в грязной приемной, прежде чем услышала об этом от методичного и равнодушного секретаря. «Вам придется написать ему и попросить принять вас». Керри ушла ни с чем. В театре Эмпайр она наткнулась на уйму удивительно невнимательных и равнодушных людей. Повсюду пышная мягкая мебель, роскошная отделка и неприступный тон. В лицее она попала в один из тех маленьких кабинетов, утопающих в коврах и укрытых портьерами, где сразу чувствуешь величие восседающей там особы. «Здесь все были одинаково высокомерны, и кассиры, швейцар и клерк все одинаково кичились своими должностями». «Ну-с, склонись теперь пониже, да-да, как можно ниже, рассказывай, что тебе надо, говори быстро, отрывисто и без всякого там собственного достоинства. Если это нас не затруднит, мы так и быть посмотрим, что для тебя можно сделать». Такова была атмосфера в лицее. Но также относились к подобного рода посетителям и все антрепренеры города. Эти мелкие предприниматели чувствовали себя царьками в своих владениях. Кэрри устало поплелась домой, удрученная столь неудачным исходом своих попыток. Герцтвуд вечером выслушал все подробности ее утомительных и бесплодных поисков. «Мне так и не удалось никого повидать», сказала она в заключении, «я только ходила и ходила и дожидалась без конца». Герцтвуд молча глядел на Кэрри. «Очевидно, без знакомств никуда не пробьешься. С безутешным видом», добавила она. Герцтвуд прекрасно видел все трудности ее начинания, и все же это вовсе не казалось ему столь ужасным. Кэрри устала и огорчена, но это ничего, теперь она отдохнет. Глядя на мир из своей уютной качалки, он не мог остро ощущать всей горечи ее переживаний. «Зачем так тревожиться? Завтра будет еще день». И вот наступило завтра, и снова завтра, и еще раз завтра. Наконец Кэрри удалось увидеть директора казино. «Загляните к нам в начале будущей недели», сказал он, «возможно, что у нас произойдут кое-какие перемены». Это был крупный мужчина, фронтоватый и ожиревший от чрезмерного количества еды. На женщин он смотрел так, как любитель бегов смотрит на породистых лошадей. Эта молоденькая особа хороша и изящна, она пригодится даже в том случае, если не имеет никакого опыта. Кстати, один из владельцев театра недавно выразил недовольство тем, что среди кардебалета что-то мало хорошеньких. До начала будущей недели оставалось еще несколько дней. Между тем, первое число приближалось, а с ним и срок уплаты за квартиру. Кэрри волновалась, как никогда раньше. «Ты в самом деле ищешь работу, когда уходишь из дому?» спросила она однажды утром Герцтуда. «Разумеется, ищу», обиженным тоном ответил тот, не слишком смущенный, впрочем, унизительностью подобного подозрения. «Тебе бы следовало взять пока первое попавшееся место», сказала она, «ведь скоро уже опять первое число». Кэрри была воплощенным отчаянием. Герцтуд отложил газету и пошел переодеваться. «Да, конечно, надо искать работу», подумал он. «Загляну-ка я на пивоваренный завод, может быть, там меня куда-нибудь пристроят, в крайнем случае придется, пожалуй, пойти в буфетчики». Снова повторилось то же паломничество, какое он неоднократно совершал и раньше, один или два не слишком вежливых отказа, и вся решимость Герцтуда, вернее, вся его бравада, исчезла. «Все это ни к чему решил он. Я с таким же успехом могу идти домой». Теперь, когда деньги его были уже на исходе, Герцтуд начал присматриваться к своей одежде и заметил, что даже его лучший костюм принимает довольно ветхий вид. Это очень огорчило его. Керри вернулась домой значительно позже Герцтуда. «Я сегодня обошла несколько театров в Ирьете, уныло, сказала она. Надо иметь готовый репертуар, без этого нигде не принимают». «А я видел кое-кого из местных пивоваров», сказал Герцтуд. Один из них обещал устроить меня недели через две-три. Видя, что Керри так расстроена, Герцтуд считал нужным хоть ложью прикрыть свою праздность. Лень просила извинения у Энергии. В понедельник Керри снова отправилась в казино. «Разве я предлагал вам прийти сегодня?» удивился директор, оглядывая стоящую перед ним просительницу. «Вы сказали в начале будущей недели», ответила Керри, пораженная его словами. «Вы когда-нибудь работали в театре?» почти сурово спросил он. Керри откровенно призналась в своей неопытности. Директор еще раз оглядел ее, продолжая возиться с какими-то бумагами. В душе он был очень доволен внешностью этой хорошенькой, взволнованной женщины. «Приходите в театр завтра утром», сказал он. Сердце Керри подскочило от радости. «Хорошо», с трудом произнесла она и, повернувшись, направилась к двери. Она видела, что этот человек готов дать ей работу. «Неужели он действительно примет ее в труппу? О, Боже, возможно ли такое счастье?» Грохот большого города, доносившийся сквозь открытые окна, сразу показался ей приятной музыкой. И, словно в ответ на ее мысли, раздался резкий голос, положивший конец сомнением Керри. «Смотрите, приходите вовремя», довольно грубо сказал директор, «если опоздаете, останетесь за бортом». Керри поспешила выйти из кабинета. Ее радость была так велика, что теперь у нее пропало всякое желание упрекать Герцтвуда в безделье. «У нее есть место, у нее есть место», — эти слова, ликующие песнью, раздавались в ее ушах. От избытка восторга ей даже захотелось поскорее поделиться радостью с Герцтвудом. Но по мере приближения к дому она все больше и задумывалась над тем печальным обстоятельством, что она нашла работу в несколько недель, а он вот уже сколько месяцев околачивается без дела и ровно ничего не предпринимает. «Почему он не хочет работать?» — открыто задала на себе вопрос. «Если я могла найти работу, то он подавно мог бы. В сущности, мне это далось без больших усилий». Она забывала о своей молодости и красоте. Охваченная восторжным настроением, она не учитывала препятствий, которые ставит на пути человека надвигающаяся старость. Таково, увы, всегда влияние удачи. Все же Кэрри не сумела сохранить свою тайну. Она старалась казаться спокойной и безразличной, но ее притворство было слишком очевидно. «Ну?» спросил Герцтвуд, заметив, что лицо Кэрри просветлело. «У меня есть место». «Вот как?» произнес Герцтвуд с явным облегчением. «Да». «А какое место?» спросил Герцтвуд, которому сразу показалось, что теперь, наверное, и он найдет что-нибудь хорошее. «Артистки кардебалета». «Это не в казино ли, как ты мне говорила?» «Да», ответила Кэрри. «Я завтра же начинаю репетировать». Кэрри была так рада, что охотно пустилась в подробные объяснения. «А ты знаешь, сколько будешь получать?» спросил через некоторое время Герцтвуд. «Нет, мне не хотелось спрашивать», ответила Кэрри. «Но они, кажется, платят долларов двенадцать или четырнадцать в неделю». «Да, я тоже так думаю», подтвердил Герцтвуд. В этот день тревога, нависшая над маленькой квартиркой, несколько рассеялась, и это обстоятельство было ознаменовано вкусным обедом. Герцтвуд вышел побриться и вернулся с порядочным куском мяса для бифштекса. «Ну, завтра я тоже отправлюсь искать работу», подумал он и с ожившей надеждой поднял свои вечно потупленные глаза. Кэрри вовремя явилась на следующий день в театр и ей предложили присоединиться к артисткам хора и кардебалета. Она увидела перед собой огромный, пустой, полутемный зал, роскошно отделанный в восточном вкусе и еще сохранивший всю пышность убранства и все запахи предыдущего вечера. Кэрри глядела вокруг, проникаясь восторгом и священным ужасом. Ведь это была сказка, ставшая явью. О, она приложит все усилия, чтобы оказаться достойной этого места. Здесь она чувствовала себя так далеко от всего обыденного, далеко от безработицы, неизвестности, нужды. Люди приезжают сюда в экипажах, разодетые, смотреть на таких, как она. Здесь средоточие веселья и яркого света, и она частица всего этого. О, только бы ей удалось остаться здесь, как радостно потекли тогда бы ее дни. «Как вас зовут?» спросил режиссер, руководивший репетицией. «Моденда», ответила Кэрри, мгновенно вспомнив имя, выбранное для нее друе еще в Чикаго, Кэрри Моденда. «Так вот, мисс Моденда, станьте вон туда», весьма любезно, как показалось, Кэрри предложил ей режиссер. Затем он вызвал молодую особу, которая уже некоторое время состояла в труппе. «Мисс Кларк, вы будете в паре с мисс Моденда?» Мисс Кларк сделала шаг вперед и таким образом Кэрри узнала, где ей нужно стать. Репетиция началась. Вскоре Кэрри убедилась, что хотя обучение актеров в общем и было похоже на то, как их учили в Чикаго, здесь режиссер вел себя совсем иначе. Ее и тогда поражала настойчивость и самоуверенность мистера Миллиса. Теперешний же режиссер был не только настойчив, но и порядком груб. По мере того, как репетиция подвигалась вперед, он становился все раздражительнее, вскипал из-за пустяков и орал во всю глотку. Было очевидно, что он с величайшим презрением относится ко всякому проявлению чувства собственного достоинства или скромности со стороны подчиненных ему молодых женщин. «Кларк», кричал он, подразумевая, конечно, «Мисс Кларк, почему вы идете не в ногу?» «По четыре направо, направо, направо», говорю я, «Не спите же, черт вас возьми!» Его голос переходил при этом в оглушительный рев. «Мейтленд!» «Мейтленд!» внезапно крикнул он. Маленькая, хорошо одетая девушка, волнуюсь, выступила вперед. Сердце Керри наполнилось жалостью и страхом за нее. «Да, сэр», сказала мисс Мейтленд. «Что у вас, уши заложила?» «Нет, сэр». «Вы знаете, что значит колонна налево?» «Да, сэр». «Почему же вы кидаетесь направо, когда я командую налево?» «Хотите испортить всю репетицию?» «Я только...» «Мне нет никакого дела до ваших «Только». «Откройте уши шире!» Керри уже не только жалела девушку, но и дрожала за себя. Еще одна молодая особа навлекла на себя гнев режиссера. «Стоп!» гаркнул он, вскидывая в отчаяние обе руки. Вид у него был разъяренный. «Элверс!» «Что это у вас во рту?» закричал он. «Ничего, сэр», ответила мисс Элверс между тем, как остальные девушки смущенно улыбались, нервно переступаясь ноги на ногу. «Вы разговариваете во время репетиции?» «Нет, сэр!» «В таком случае не шевелите губами, а теперь все вместе еще раз!» Пришла наконец и очередь Керри. Ее старание исполнять, возможно, лучше все, что требовалось, как раз и навлекло на нее беду. «Мейсон!» раздался голос режиссера. «Мисс Мейсон!» Керри оглянулась, желая узнать, к кому это относится. Девушка, стоявшая позади, слегка подтолкнула Керри, но та все еще не понимала. «Вы, вы!» рявкнул режиссер. «Оглохли вы, что ли?» «О!» вырвалось у Керри. Она густо покраснела, и ноги у нее подкосились. «Разве ваша фамилия не Мейсон?» спросил режиссер. «Нет, сэр, меня зовут Моденда». «Так вот, скажите, что такое делается с вашими ногами? Неужели вы совсем не умеете танцевать?» «Умею, сэр», ответила Керри, давно уже овладевшая этим искусством. «Почему же вы не танцуете? Почему вы волочите ноги точно мертвые? Мне нужны девушки, в которых жизнь бьет ключом». Лицо Керри пылала, губы ее слегка дрожали. «Слушаю, сэр», сказала она. Три часа продолжались беспрестанные окрики раздражительного и неугомонного режиссера. Керри ушла из театра, утомленная физически, но слишком возбужденная, чтобы обращать на это внимание. Она хотела поскорее добраться домой, чтобы попрактиковаться в пируэтах, как это было ей велено. Впредь она постарается ни в чем не ошибаться. Герцтвуда не было дома. Очевидно, он отправился искать работу, догадалась Керри. Она лишь слегка закусила и сейчас же стала упражняться, окрыленная надеждами на освобождение от материальных забот. И славы звон звучал в ее ушах. Герцтвуд вернулся домой далеко не в том радостном настроении, в каком он покинул квартиру. Керри вынуждена была прервать упражнение и приняться за стрепню. Это вызвало в ней сильное раздражение. Разве мало ей работы? Неужели она будет одновременно играть в театре и заниматься хозяйством? Нет, я на это не согласна, решила она. Как только я начну играть, ему придется обедать где-нибудь в другом месте. Каждый день приносил новые заботы. Керри убедилась, что быть статисткой далеко не такая радость, как ей казалось. Узнала она также, что ей назначили всего 12 долларов в неделю. Через несколько дней она впервые узрела в сильных мира сего артистов и артисток, игравших первые роли. сразу бросалась в глаза, что это привилегированные особы, к которым все относились с уважением. Она же ничто, просто ничто. А дома Керри ждал Герстфуд, который не доставлял ей ничего, кроме огорчений. Он, по-видимому, и не думал искать работу. Тем не менее, он позволял себе расспрашивать Керри об ее успехах в театре. Судя по тому, с какой настойчивостью он задавал ей одни и те же вопросы, можно было заподозрить, что он и в дальнейшем собирается жить на ее счет. И теперь, когда у Керри появились собственные средства существования, поведение Герстфуда особенно раздражало ее. Этот человек готов был позариться на ее жалкие двенадцать долларов. «Ну, как дела, справляешься?» — участливо спрашивал он. «О, вполне», — отвечала Керри, «тебе не очень трудно?» «Я думаю, что привыкну». И Герстфуд снова углублялся в газету. «Я купил по дороге немного масла», — сказал он, как-то, словно случайно вспомнив об этом. «Может быть, ты захочешь испечь печенье?» Спокойствие, с каким этот человек относился к своему положению, изумляла Керри. Забрижившая перед нею независимость сделала ее более смелой в своих наблюдениях, и у нее часто возникало желание высказать Герстфуду несколько неприятных истин. И, тем не менее, она не могла разговаривать с ним так, как говорила в свое время с Друэ. Что-то в этом человеке всегда внушало ей особое уважение. Казалось, в нем еще таилась какая-то скрытая сила. Однажды, приблизительно через неделю после первой репетиции, выплыло то, что Керри давно уже ждала. Вернувшись домой и положив на стол мясо, Герстфуд заметил, нам придется экономить, ведь ты еще не скоро получишь жалование. «Нет», ответил Керри возившееся у плиты. «У меня осталось всего тринадцать долларов сверх квартирной платы», добавил он. «Вот и начинается», подумала Керри, «теперь я должна буду отдавать свой заработок». Она вспомнила, что рассчитывала приобрести кое-какие вещи, в которых очень нуждалось, ей почти нечего было надеть, старая шляпка имела жалкий вид. «Разве может хватить моих двенадцати долларов на хозяйство и на квартиру?» думала она. «Мне одной с этим не справиться. Почему он не возьмется за какую-нибудь работу?» Настал наконец вечер первого представления. Кэрри Кэрри даже не предложила Герц пойти посмотреть спектакль, да и у него самого не являлось подобного желания. Это было бы лишь ненужной тратой денег, а роль у Кэрри была ничтожная. В газетах уже появились объявления о премьере, повсюду были расклеены афиши с именами Примадонны и других артистов. Кэрри была ничто. Как и в Чикаго, Кэрри охватил страх сцены, когда настало время выхода кардебалета, но постепенно она пришла в себя. Явная и обидная незначительность ее роли отогнала прочь страх. Кэрри чувствовала себя каплей в море, не все ли равно, как она будет держать себя. Хорошо еще, что ей не пришлось выйти в трико. Она была в числе двенадцати девушек одетых в красивые золотистые юбочки, на дюйм, не доходившие до колен. То стоя на месте, то расхаживая по сцене и время от времени присоединяя свой голос к общему хору, Кэрри имела возможность мельком наблюдать за публикой и понимала, что оперетта имеет большой успех. Зрители не скупились на аплодисменты, но Кэрри прекрасно видела, как плохо играют некоторые из признанных актрис. Я сыграла бы несравненно лучше, не раз отмечала она про себя. И надо отдать Кэрри справедливость, она была права. Едва спектакль кончился, она быстро переоделась. Режиссер дал нагоняй нескольким девушкам, но Кэрри он не тронул, и она поняла, что удовлетворительно справилась со своей ролью. Ей хотелось поскорее уйти из театра, она почти никого там не знала, а звезды принялись сплетничать между собой. На улице перед театром вытянулся ряд экипажей, у подъезда толпились расфранченные юнцы. Кэрри сразу заметила, что к ней присматриваются. Стоило ей только мигнуть, и у нее оказался бы спутник. И тем не менее, когда она прошла мимо, не обращая на них внимания, один из лавеласов все же решил рискнуть. «Надеюсь, вы не собираетесь ехать домой одна», сказал он. Но Кэрри только ускорила шаг, и, дойдя до шестой авеню, села в трамвай. Голова ее была так полна впечатлениями вечера, что она ни о чем, кроме театра, даже и думать не могла. В конце недели Кэрри как бы вскользь спросила Герцтвуда, желая хоть немного расшевелить в нем желание действовать, что слышно о месте, которое тебе обещали на пивоваренном заводе? «Там пока еще ничего нет», ответил он, «но я все-таки надеюсь, что это дело выгорит». Кэрри ничего не сказала. Мысль, что ей придется отдавать свой заработок, возмущала ее, но она чувствовала, что все идет к этому. Видя приближение кризиса, Герцтвуд решил сыграть на чувствах Кэрри. Он давно уже убедился в ее доброте и знал, как долго можно испытывать ее терпение. Правда, ему было немного стыдно, что приходится прибегать к подобным методам. Он оправдывал себя тем, что несомненно, скоро найдет какую-нибудь работу. Случай поговорить представился ему, когда наступил срок уплаты за квартиру. Ну вот, сказал он, отсчитывая деньги, это почти все, что у меня осталось, придется спешно подыскивать работу. Кэрри искосо взглянула на него, смутно подозревая, что за этим последует просьба. «Если бы я мог продержаться еще хоть немного, я, наверное, что-нибудь нашел бы, Дрейк непременно откроет здесь отель в сентябре». «В самом деле», протянула Кэрри, невольно подумав при этом, что до сентября оставался еще целый месяц. «Ты не могла бы поддержать меня до тех пор», умоляющим тоном продолжал Герцтвуд, «я уверен, что тогда сумею встать на ноги». «Конечно», ответила Кэрри, с грустью думая о том, что судьба ставит ей ловушки на каждом шагу. «Мы как-нибудь проживем, если будем бережливы, а потом я тебе все верну». «О, я охотно помогу тебе», повторила Кэрри, упрекая себя в черствости. Ей было совестно, что она заставляет его так унизительно просить, но все-таки желание употребить заработок на свои личные нужды вынудило ее к легкому протесту. «Почему ты не возьмешься за какую-нибудь работу, Джордж, хотя бы временную», сказала она, «не все ли равно, что делать, а потом ты, возможно, нашел бы что-нибудь получше?» «Я возьмусь за любую работу», сказал Герцтвуд, облегченно вздохнув, но невольно понурив голову от ее упрека, «я согласился бы хоть канавы рыть, ведь меня здесь никто не знает». «Ну, до этого дела еще не дошло», воскликнула Кэрри, которой сразу стало жаль его, «но ведь не может быть, чтобы не было какой-нибудь другой работы». «Я обязательно что-нибудь найду», повторил Герцтвуд, стараясь придать себе решительный вид, и снова взялся за газету. Глава тридцать девятая «Свет и тени на разных путях». Теперь в Герцтвуде еще больше окрепла уверенность, что поиски работы нужно начинать когда угодно, только не сегодня, и это было единственным последствием принятого им решения, а в душе Кэрри все эти тридцать дней происходила непрерывная борьба. Необходимость приобрести себе приличное платье, уж не говоря о желании купить кое-какие украшения, становилась все острее, а между тем было ясно, что сколько ни работай, она ничего не сможет потратить на себя. Потребность быть одетой прилично постепенно вытеснила ту жалость, которую она почувствовала к Герцтвуду, когда он просил поддержать его. Он не повторял этой просьбы, а желание становилось все настойчивее, и Кэрри все больше досадовала, что Герцтвуд ей мешает. Когда Герцтвуд дошел до последних десяти долларов, он решил оставить их себе, чтобы не зависеть от Кэрри в мелких расходах на трамвай, на бритье и тому подобное. Поэтому, еще имея на руках эту небольшую сумму, он заявил, что у него больше ничего нет. «У меня в кармане пусто», сказал он однажды, «я сегодня уплатил за уголь, и теперь у меня осталось десять или пятнадцать центов». «У меня в кошельке есть немного денег». Герцтвуд взял их и отправился за банкой томатов. Кэрри смутно сознавала, что это было началом нового порядка. Герцтвуд взял из кошелька пятнадцать центов, ровно столько, сколько ему было нужно на покупку. С тех пор так и повелось, что он стал покупать всякого рода мелочи. Как-то утром Кэрри вдруг вспомнила, что вернется домой лишь к самому обеду. «У нас вышла вся мука», обратилась она к Герцтвуду, «Ты бы сходил в лавку? Мяса тоже нет? Может, возьмем печенки и свиной грудинки?» «Ничего не имею против», отозвался Герцтвуд, «Тогда возьми полфунта или даже три четверти фунта того и другого», распорядилась она. «Хватит и полфунта», отозвался Герцтвуд. Кэрри открыла кошелек, достала оттуда полдоллара и положила на стол. Герцтвуд сделал вид, будто не замечает денег. Вскоре он отправился в лавку и купил муку, продававшуюся в кульках по три с половиной фунта, а также печенку и свиную грудинку. Все эти покупки он положил на кухонный стол вместе со сдачей. Кэрри заметила, что счет сходится в точности, и у нее сердце сжалось при мысли, что в конце концов этот человек ничего от нее не требует, кроме еды, и она подумала, что, быть может, слишком строго судит его. Пороков у Герцтвуда не было никаких, может быть, он еще найдет себе работу. Но в тот же вечер, когда Кэрри входила в здание театра, мимо нее прошла одна из артисток кардебалета, нарядно одетая, с букетиком фиалок на груди и, очевидно, в прекрасном расположении духа. Она ласково улыбнулась Кэрри, показав красивые ровные зубы. Кэрри ответила ей такой уже улыбкой, невольно «Она может позволить себе хорошо одеваться, и я могла бы быть такой же нарядной, если бы тратила все деньги на себя, а сейчас у меня нет даже приличного бантика на блузке». Выставив вперед ногу, Кэрри задумчиво поглядела на свою обувь. «Будь что будет, но в субботу я непременно куплю себе туфли», решила она. С ней подружилась одна из самых хорошеньких и милых девушек в труппе, которая почувствовала, что от Кэрри можно не ждать каверс. Это была веселая маленькая Манон, не признававшая суровых требований общества в вопросах морали, зато обладавшая отзывчивым сердцем и всегда готовая помочь другому. Кардебалету почти не разрешалось переговариваться, но все же девушкам иногда удавалось обменяться несколькими фразами. «Жарко сегодня, правда?» сказала маленькая актриса, обращаясь к Кэрри. Она была в розовом трико с золотым шлемом на голове, в руке она держала сверкающий щит. «Да жарко!» ответила Кэрри, радуясь тому, что хоть кто-нибудь захотел поболтать с нею. «Я прямо вся изжарилась», продолжала девушка. Кэрри взглянула на ее очаровательное личико с большими голубыми глазами и заметила, что на лбу у девушки выступили мелкие капли пота. «Мне никогда еще не приходилось так маршировать, как в этой оперете», сказала девушка в золотом шлеме. «А вы и раньше играли?» спросила Кэрри, удивленная тем, что у этой крохотной особы уже есть кое-какой сценический опыт. «Очень много, а вы?» «Нет, я впервые». «Вот как? А мне казалось, что я вас уже видела однажды, когда оставили друга королевы». «Нет», покачала головой Кэрри. Их разговор был прерван громом оркестра и шипением магния, зажженного за боковыми кулисами. Кардебалет должен был быстро построиться для нового выхода. Другого случая поговорить им в этот день не представилось, но в следующий вечер, одеваясь для сцены, маленькая девушка снова очутилась возле Кэрри. «Я слышала, что наша труппа через месяц выезжает в турне», сообщила она. «Неужели?» испугалась Кэрри. «Да, а вы поедете?» «Не знаю, вероятно, поеду, если меня возьмут». «О, конечно, возьмут». «А я вот не поеду, во время турне больше платить не будут, а в дороге все уходит на жизнь. Я никогда не уезжаю из Нью-Йорка, тут для меня вполне достаточно театров». «И вы всегда находите другое место? Разумеется. А в этом месте как раз открывается новый театр на Бродвее. Как только наша труппа уедет, я постараюсь устроиться там». Кэрри с интересом слушала ее. «Очевидно, не так уж трудно получить место в театре. Может быть, она тоже устроится где-нибудь, когда труппа уедет из города?» «Скажите, платят везде более или менее одинаково», спросила она. «Да», ответила маленькая девушка, «иногда немного больше. У нас тут, между прочим, платят неважно». «Я получаю двенадцать», сказала Кэрри. «Да что вы!» изумилась та. «Я получаю пятнадцать, а вы, я замечаю, стараетесь куда больше моего. На вашем месте я бы этого не потерпела. Вам платят меньше, пользуясь вашей неопытностью. Вы тоже должны были бы получать пятнадцать». «Но мне не дают», сказала Кэрри. «Уверяю вас, что вы получите больше в другом месте, если только захотите», продолжала маленькая девушка, которой Кэрри очень нравилась. «Вы прекрасно справляетесь с делом, и режиссер это знает». Надо сказать правду. Кэрри, сама того не сознавая, держала себя на сцене с достоинством и грацией, выделявшими ее среди других. Этим она была обязана естественности своих движений и полному отсутствию самомнения. «И вы думаете, что в театре на Бродвее я могла бы зарабатывать больше?» спросила она. «Безусловно», ответила ее новая приятельница. «Вот мы вместе пойдем и узнаем». «А говорить уж буду я». Кэрри слушала ее исполненное благодарности. Этот маленький воин рампы очень нравился ей. Девушка в золотом шлеме и воинском облачении казалась такой опытной, такой уверенной в себе. «Если бы я тоже могла так находить работу, мне нечего было бы беспокоиться за будущее», размышляла Кэрри. Зато по утрам, когда на нее обрушивались всякие хозяйственные обязанности, а Герцтвуд по обыкновению и сидел и всем своим видом заставлял ее думать, какое он тяжкое бремя, Кэрри горько сетывала на судьбу. Правда, благодаря расчетливости Герцтвуда прокормиться им было нетрудно и, пожалуй, могло бы хватить и на квартиру, но сверх того не оставалось ни цента. И когда Кэрри купила себе туфли и еще кое-какие необходимые мелочи, проблема квартирной платы весьма осложнилась. За неделю до рокового дня Кэрри вдруг сообразила, что их средства на исходе. «Мне кажется, у меня не хватит денег, чтобы внести плату за квартиру», воскликнула она во время завтрака, заглядывая в сумочку. «Сколько у тебя есть?» спросил Герцтвуд. «У меня осталось двадцать два доллара, но надо еще всю неделю покупать продукты. А если я истрачу на это деньги, которые получу в субботу, то ничего не останется на следующую неделю. Скажи, пожалуйста, Джордж, этот друг твой Дрейк нескоро еще откроет отель?» «Нет, думаю, скоро», ответил Герцтвуд. «По крайней мере, он уверял меня в этом». Через некоторое время он добавил «Ничего не тревожься, лавочник, наверное, согласится обождать. Мы столько времени покупаем у него, что на неделю или две он не откажет нам в кредите». «Ты думаешь, он согласится ждать?» «Я в этом уверен». В тот же день, зайдя в лавку за фунтом кофе, Герцтвуд сказал, глядя прямо в глаза лавочнику, вы бы не согласились, мистер Эс-Лодж рассчитываться за все сразу в конце недели». «Пожалуйста, пожалуйста, мистер Уиллер», ответил тот, «отчего же нет?» Герцтвуд даже в тяжелые времена, продолжавший держаться с известным тактом, больше ничего не добавил. Все оказалось так просто. Он захватил свою покупку и отправился домой. Началось отчаянное метание человека, очутившегося в тупике. Квартирная плата была внесена, и на очереди был расчет с лавочником. Герцтвуд уплатил ему из своих десяти долларов, а в конце недели получил деньги от Кэтри. В следующий раз он отложил расчет с лавочником и таким образом сохранил свои десять долларов, а Эс-Лодж получил в четверг или пятницу по субботнему счету. Эти неурядицы заставили Кэрри искать каких-нибудь новых впечатлений. Герцтвуд, очевидно, не понимал, что у нее могут быть еще иные потребности. Он мысленно распределял ее заработок так, чтобы его хватало на все насущные расходы, но, видимо, и не собирался вносить что-либо сам. И он еще говорит, мне не тревожься, размышляла Кэрри. Если бы он хоть немного тревожился, он не сидел бы тут целыми днями, дожидаясь моего возвращения, он нашел бы себе какую-нибудь работу. Не может быть, чтобы мужчина за семь месяцев не сумел при желании подыскать себе какое-то занятие. Вид Герцтвуда, всегда неряшливо одетого и хмурого, побуждал Кэрри искать развлечений вне дома. Два раза в неделю в театре бывали утренники, и тогда Герцтвуду приходилось довольствоваться холодной закуской, которую он сам себе готовил. Были еще два дня, когда репетиции начинались в десять утра и кончались в час. А помимо того, Кэрри стала навещать некоторых подруг из кардабалета, в том числе голубоглазого маленького воина в золотом шлеме. Это вносило разнообразие в ее скучную, тоскливую жизнь в уединенной квартире, где сидел и бездельничал ее угрюмый муж. Голубоглазого воина звали Лола Осборн. У нее была комната на девятнадцатой улице, близ четвертой авеню, в районе, теперь сплошь застроенном конторскими зданиями. Окна комнатки выходили во двор, где росло несколько тенистых деревьев. «Разве ваша семья живет не в Нью-Йорке?» спросила однажды Керри свою подругу. «Да, но я не могу ужиться с родителями», ответила та. «Они хотят, чтобы я делала то, что им нравится. А вы постоянно живете здесь? Да. С вашей семьей?» Керри было стыдно сказать, что она замужем. Она столько раз жаловалась Лоли на то, что очень мало получает и так часто делилась с подругой своими тревогами за будущее, что теперь ей было неприятно говорить о муже. «Нет, я живу у родственников», солгала она. Мисс Осборн считала само собой разумеющимся, что Керри тоже вольна распоряжаться своим временем по собственному усмотрению. Она постоянно зазывала ее к себе, предлагала маленькие совместные прогулки, и в конце концов Керри перестала вовремя приходить домой. Герц тут заметил это, но его положение не позволяло ему ссориться с ней. Несколько раз Керри возвращалась домой так поздно, что, едва успев приготовить что-нибудь на скорую руку, тотчас же мчалась в театр. «Разве во второй половине дня у тебя тоже бывают репетиции?» осведомился как-то Герцтвуд. При этом он постарался скрыть свою горечь и сомнение, побудившее его задать этот вопрос. «Нет, но я подыскиваю себе другое место», ответила Керри. Так оно в действительности и было, но все-таки это лишь с большой натяжкой могло сойти за объяснение. Мисс Осборн побывала с Керри у режиссера, собиравшегося ставить на Бродвее новую оперетту, а когда от него подруги вернулись в комнату Лолы, было только три часа дня. Вопросы Герцтвуда Керри поняла как покушение на ее личную свободу. Она совсем упускала из виду, что уж и так пользовалась с большой свободой, но человек всегда дорожит последними своими достижениями и бдительно охраняет то, что ему удалось завоевать. Герцтвуд прекрасно понимал создавшееся положение. Он был для этого достаточно умен. В то же время в нем сохранилась еще известная доля порядочности, не позволявшая ему открыто протестовать. Находясь в состоянии необъяснимой апатии, Герцтвуд все глубже и глубже погружался в какое-то оцепенение и спокойно взирал на то, как Керри постепенно уходит из его жизни. Точно так же он добровольно выпускал из рук все возможности вновь выбраться на поверхность. Все же он не мог удержаться от мягких, бесполезных и надоедливых замечаний, которые с каждым днем все более и более расширяли пропасть, образовавшуюся между ним и Керри. Однажды, глядя из-за кулис на ярко освещенную сцену, где кардебалет, сверкая бутафорией, занимался упражнениями, главный режиссер спросил балетмейстера, кто эта девушка? Четвертая справа. Вот та, что поворачивается сейчас к нам лицом. Ее зовут мисс Моденда, ответил балетмейстер. Хорошенькая, сказал главный режиссер. Почему бы вам не поставить ее во главе цепи? Хорошо, поставлю, согласился тот. Да, непременно так и сделайте. Она несравненно лучше той, которая сейчас ведет цепь. Отлично, я так и сделаю. На следующий день Кэрри вызвали из ряда. Похоже было, что ее ждет выговор. Сегодня вы поведете колонну, сказал ей балетмейстер. Слушаю, сэр, ответила Кэрри. Постарайтесь вложить побольше жизни в ваши движения, добавил он, побольше огня. Слушаю, сэр. Кэрри была изумлена. Она подумала было, что девушка, возглавлявшая кардебалет, внезапно заболела, но, убедившись, что та стоит тут же в ряду и с явной враждебностью глядеть на нее, все поняла, эта честь предоставлена ей за заслуги. Кэрри умела красиво склонить голову на бок и при этом изящно держала руки, так что они не висели у нее плетьми. И теперь, оказавшись во главе колонны, она постаралась очень эффектно использовать свое умение. Эта девчонка знает, как держаться на сцене, заметил в другой раз режиссер. У него даже мелькнула мысль побеседовать с ней лично. Если бы он не придерживался неизменного правила не заводить никаких дел с артистками кардебалета, он уже давно заговорил бы с ней. Поставьте ее во главе белой колонны, снова посоветовал он балетмейстеру. Белая колонна состояла из двадцати с лишним девушек в белоснежных с голубой каймой фланелевых костюмах, отделанных серебром. На девушке, возглавлявшей колонну, был роскошный костюм тех же цветов, но, в отличие от остальных, на ней были эпалеты и серебряный поясок, а сбоку болталась коротенькая шпага. Кэрри снабдили всеми этими доспехами, и несколько дней спустя она появилась в них на сцене, гордясь своими лаврами. Но приятнее всего было то, что ей повысили жалования с двенадцати до восемнадцати долларов. Герц вот так и не узнал об этой перемене. Не стану отдавать ему все деньги, решила Кэрри. Достаточно и того, что я плачу за все. Мне нужно купить столько вещей. Следует заметить, что за второй месяц службы в театре Кэрри накупила немало всевозможных вещей, нисколько не считаясь с тем, какие это будет иметь последствия. Пусть себе Герц вот изворачивается, как знает, с квартирной платой. Пусть ищет кредита в соседних лавках. Ей необходимо больше следить за собой. Первым ее шагом была покупка блузки, и при этом она убедилась, как мало можно приобрести на то, что у нее остается, и как много, если тратить весь заработок на себя. Кэрри совсем забывала о том, что, живя одна, она все равно вынуждена была бы платить за стол и квартиру, и не могла бы тратить все восемнадцать долларов на наряды. А однажды Кэрри остановила свой выбор на платье, которое не только съела всю прибавку к жалованию, но и заставила ее взять из неприкосновенных двенадцати долларов. Она понимала, что заходит слишком далеко, но женская любовь к нарядам одержала верх. На следующий день Герцтл сказал, мы должны лавочнику пять долларов сорок центов. И ужели так много, слегка нахмурившись, произнесла Кэрри. Она взялась за кошелек, чтобы оставить Герцтл денег. У меня всего только восемь долларов двадцать центов. И за молоко мы задолжали шестьдесят центов, напомнил Герцтл «Да ведь и за уголь еще не уплачено добавила Кэрри». Герцтл ничего не сказал. Он видел, что она покупает много вещей в ущерб хозяйству и рада всякой возможности уйти из дому и прийти попозже. Все это чувствовал он не кончится добром. И вдруг Кэрри выпалила. Право, не знаю, как и быть. Я не могу платить за все. Я слишком мало для этого зарабатываю. Это было уже прямым вызовом, и Герцтл пришлось поднять перчатку, но он старался сохранять спокойствие. «Я вовсе не хочу, чтобы ты платила за все», сказал он. «Я только прошу немного помочь мне до тех пор, пока я не найду работы». «Ну конечно, как будто я слышу это в первый раз», ответила Кэрри. «Ты пойми, что моего заработка не может хватить на все, просто не знаю, как быть дальше». «Но ведь я старался найти работу», воскликнул Герцтл «Что же ты прикажешь мне еще делать?» «Ты видно мало старался», стояла на своем Кэрри. «Я вот нашла». «А я тебе говорю, что сделал все от меня зависящее», ответил он, рассерженный ее словами, «И незачем тебе попрекать меня своими успехами, я только просил немного поддержать меня, пока я не подыщу работу, я еще не вышел в тираж, я еще стану на ноги». Он пытался говорить с достоинством, но голос его слегка дрожал. Гнев Кэрри мгновенно утих, ей стало стыдно. «Вот возьми», сказала она, и выспала на стол содержимое кошелька. «Здесь не хватит на все, но если можно обождать до субботы, то я уплачу и остальное». «Можешь это оставить себе», грустно сказал Герстуд, отодвигая часть денег, «я хочу только уплатить лавочнику». Кэрри спрятала деньги и рано принялась за стряпню, ей хотелось, чтобы обед поспел вовремя. Она чувствовала себя виноватой после этой маленькой вспышки. Вскоре, однако, каждый из них снова задумался о своем. «Кэрри зарабатывает больше, чем она мне говорит», размышлял Герстуд. «Она хочет уверить меня, будто получает только двенадцать долларов, но разве на эти деньги можно накупать столько вещей. Впрочем, мне все равно. Пусть делает со своими деньгами что ей угодно. Вот я подыщу какое-нибудь занятие, и тогда пусть проваливает ко всем чертям». Сейчас его мысли были вызваны гневом, но это могло предопределить отношение Герстуда к Кэрри в будущем. «Ну и пусть сердится», думала Кэрри. «Надо напоминать, чтобы он искал работу, я не могу его содержать, это несправедливо». Как раз тогда Кэрри познакомилась с несколькими молодыми друзьями мисс Осборн. Эти молодые люди однажды заехали к Лоли и пригласили ее покататься в экипаже. В это время у нее была Кэрри. «Поедем с нами», предложила Лола подруге. «Нет, не могу». «Да полно, Кэрри, поедем». «Ну скажи, пожалуйста, чем ты так занята?» настаивала та. «К пяти часам мне необходимо быть дома», ответила Кэрри. «А зачем?» «К обеду». «О, не беспокойся, нас угостят обедом», возразила Лола. «Нет, нет, я не могу», противилась Кэрри. «Я не поеду». «Ну, пожалуйста, Кэрри, это такие славные мальчики, вот увидишь, мы вовремя доставим тебя домой, ведь мы только прокатимся по Централ-парку». Кэрри подумала и наконец сдалась. «Но помни, Лола», сказала она, «в половине пятого я должна быть дома». Эта фраза вошла в одно ухо мисс Осборн и вышла в другое. После знакомства с Друэ и Герствудом Кэрри с оттенком цинизма относилась к молодым людям вообще и особенно к таким, которые казались ей ветренными и беспечными. Она чувствовала себя значительно старше их. Их комплименты казались ей пошлыми и глупыми. И все же она была молода душой и телом, а юность тянется к юности. «Не беспокойтесь, мисс Моденда», почтительно заметил один из молодых людей, «мы вернемся вовремя. Неужели вы можете предполагать, что мы задержим вас насильно? «Кто вас знает», улыбнулась Кэрри в ответ. Они отправились на прогулку в коляске. Кэрри разглядывала нарядно одетую публику, прогуливавшуюся в парке, и слушала глупые комплименты и незамысловатые остроты, которые в некоторых кружках сходили за юмор. Она упивалась видом этой вереницы экипажей тянувшихся от ворот у 59-й улицы мимо музея изящных искусств до ворот на углу 110-й улицы и 7-й авеню. Она вновь подпала под чары, окружавшей ее роскоши, элегантных костюмов, пышной упряжи, породистых лошадей, всего этого изящества и красоты. Снова сознание собственной бедности мучительно накольнула ее, но Кэрли постаралась забыть об этом хотя бы настолько, чтобы не думать о Герствуде. А тот ждал и ждал. Часы пробили четыре, пять, наконец шесть. Уже темнело, когда он поднялся с качалки. Как видно, она сегодня не собирается приходить домой, угрюмо произнес он. Да, так всегда бывает, мелькнуло у него в уме. Она идет в гору, и для меня в ее жизни уже нет места. Кэрли же спохватилась, что опаздывает, когда на часах уже было четверть шестого. Экипаж в это время находился далеко, на седьмой авеню, близ набережной реки Харлем. «Который час?» спросила она. «Мне нужно домой?» «Четверть шестого», ответил один из ее спутников, взглянув на изящные часы без крышки. «О, боже!» воскликнула Кэрри. Но она тотчас же откинулась на подушке экипажа и, вздохнув, добавила, «Что ж, упущенного не воротишь, теперь уже поздно». «Ну, конечно, поздно», поддержал ее один из юнцов, мысленно рисовавший себе интимный обед и оживленную беседу, которая могла привести к новой встрече после театра. Кэрри чрезвычайно понравилась ему. «Давайте поедем в Дальмонико и подкрепимся немного», предложил он. «Что ты скажешь на это, Орин?» «Идет», весело отозвался тот. Кэрри подумала о Герцтвуде. До сих пор она ни разу еще не пропускала обеда без уважительной причины. Экипаж повернул назад, и лишь в четверть седьмого компания села обедать. Снова повторилось все то, что было в свое время в ресторане Шерри, и на Кэрри нахлынули тяжелые думы. Она вспомнила миссис Венс, которая так и не показывалась после оказанного ей Герцтвудом приема, подумала об Эмсе, образ которого особенно ярко запечатлелся в ее памяти. Ему нравились более интересные книги, чем те, что она читала, более интересные люди, чем те, с кем она встречалась. Его идеалы находили отзвук в ее сердце. Хорошо быть выдающейся актрисой, вспомнила она высказанную им мысль. А какая актриса она? А о чем вы задумались? Мисс Моденда, спросил ее один из спутников, хотите я угадаю? О, нет, и не пытайтесь, отозвалась Кэрри. Она принялась за еду. Ей удалось несколько забыться и разделить общее веселье. Но когда после обеда молодые люди завели речь о том, чтобы снова встретиться после спектакля, Кэрри покачала головой, нет, твердо заявила она, я не могу, у меня уже назначена встреча после театра. О, полная, мисс Моденда, умоляющим голосом произнес молодой человек, нет, нет, не могу, вы были очень милы ко мне, но я прошу меня извинить. Молодой человек был в отчаянии. Не падай духом, старина, шепнул ему товарищ, попытаемся после спектакля, а вось она передумает. Глава сороковая Общественный конфликт Последняя попытка Надежды молодых людей на ночное развлечение не оправдались. По окончании спектакля Кэрри отправилась домой, думая о том, как бы объяснить свое отсутствие Герцтвуду. Он уже спал, но проснулся и поднял голову, когда она проходила мимо к своей кровати. «Это ты, Кэрри?» окликнул он ее. «Да я», ответила она. Наутро за завтраком Кэрри захотелось сказать что-то в свое оправдание. «Я не могла вчера вырваться к обеду», начала она. «Да полно, Кэрри», отозвался Герцтвуд. «Зачем заводить об этом разговор? Мне это безразлично. И напрасно ты оправдываешься». «Но я никак не могла прийти», воскликнула она и покраснела. Заметив выражение лица Герцтвуда, как будто говорившее «О, я прекрасно все понимаю», она добавила «Как тебе угодно». «Мне это тоже безразлично». С этого дня ее равнодушие к дому еще больше возросло. У нее уже не оставалось никаких общих интересов с Герцтвудом. Им совершенно не о чем было говорить. Она заставляла его просить у нее на расходы, ему же это было ненавистно. Он предпочитал избегать булочника и мясника, а долг в лавке Эс-Лоджа довел до шестнадцати долларов, сделав запас всяких консервированных продуктов, чтобы некоторое время ничего не покупать. После этого Герцтвуд стал покупать в другом бокалейном магазине и такую же штуку проделал с мясником. Кэрри, однако, ничего так и не знала. Герцтвуд просил у нее ровно столько, насколько с уверенностью мог рассчитывать, и постепенно запутывался все больше и больше, так что развязка могла быть лишь одна. Так прошел сентябрь. «Когда же наконец мистер Дрейк откроет свой отель?» несколько раз спрашивала Кэрри. «Скоро должно быть», отвечал Герцтвуд, «но едва ли раньше октября». Кэрри почувствовала, что в ней зарождается отвращение к нему. «И это мужчина?» часто думала она. Кэрри все чаще и чаще ходила в гости, и все свои свободные деньги, что составляла не такую уж большую сумму, тратила на одежду. Наконец было объявлено, что через месяц труппа отправляется в турне. Последние две недели, значилось на афишах и в газетах. «Я не поеду с ними», заявила мисс Осборн. Кэрри отправилась с нею в другой театр, решив поговорить там с режиссером. «Где-нибудь играли?» был его первый вопрос. «Мы сейчас играем». «В казино», ответила за обеих Лола. «А, вот как». И обе тотчас были ангажированы. Теперь Кэрри стала получать двадцать долларов в неделю. Кэрри была в восторге. Она начала проникаться сознанием, что не напрасно живет на свете. Таланты рано или поздно находят признание. Жизнь ее так переменилась, что домашняя атмосфера стала для нее невыносимой. Дома ее ждали лишь нужда и заботы. Так, по крайней мере, воспринимала Кэрри бремя, которое ей приходилось нести. Ее квартира стала для нее местом, от которого лучше было держаться подальше. Все же она ночевала дома и уделяла довольно много времени уборке комнат. А Герц тут только сидел в качалке и, не переставая раскачиваться, либо читал газету, либо размышлял о своей невеселой участи. Прошел октябрь, за ним ноябрь, а Герц тут все сидел и сидел на том же месте и почти не заметил, как наступила зима. Он догадывался, что Кэрри идет в гору, об этом говорил ее внешний облик. Она была теперь хорошо, даже элегантно одета. Герц тут видел, как она приходит и уходит, и иногда мысленно рисовал себе ее путь к славе. Ел он мало и заметно похудел. У него совсем пропал аппетит, одежда его говорила о бедности, мысль о том, чтобы приискать какую-нибудь работу, казалось ему даже смешной. И он сидел, сложа руки и ждал. Но чего? Этого он и сам бы не мог сказать. В конце концов, жизнь стала совсем невозможной. Преследование кредиторов, равнодушие Кэрри, мертвое безмолвие в квартире и зима за окном, все это вместе взятое неминуемо должно было привести к взрыву. Он наступил в тот день, когда Эс-Лодж собственной персоной явился на квартиру и застал Кэрри дома. «Я пришел получить по счету», заявил лавочник. Кэрри не проявила особого удивления. «Сколько там?» спросила она. «Шестнадцать долларов», ответил Эс-Лодж. «Неужели так много?» воскликнула Кэрри. «Это верно?» обратилась она к Герцтвуду. «Да», подтвердил тот. «Странно. Я понятия об этом не имела», сказала Кэрри. «У нее был такой вид, точно она подозревала Герцтвуда в каких-то ничем не оправданных тратах». «Все это в самом деле было взято», сказал Герцтвуд и, обращаясь к Эс-Лоджу, добавил «Сегодня я ничего не могу вам уплатить». «Хм...» буркнул Эс-Лодж. «А когда же?» «Во всяком случае не раньше субботы», ответил Герцтвуд. «Вот как» рассердил славочник. «Хорошенькая дела. Мне нужны деньги. Я хочу получить по счету». Кэрри стояла в глубине комнаты и слушала. Она была ошеломлена. «Как это некрасиво, как гадко!» Герцтвуд тоже был немало раздосадован. «Говорить сейчас об этом все равно бестолку», сказал он. «Приходите в субботу, и вы получите часть денег». Лавочник ушел. «Как же мы расплатимся с ним?» спросила Кэрри, которая все еще не могла прийти в себя от невероятных размеров счета. «Я не могу заплатить столько денег». «Да и незачем», ответил Герцтвуд. «На нет и суда нет. Придется ему обождать». «Но я не могу понять, как же он мог набежать такой счет», недоумевала Кэрри. «Что ж, мы все это съели», сказал Герцтвуд. «Странно», не сдавалась Кэрри, все еще терзаемая сомнениями. «Ну скажи на милость, зачем ты так говоришь», воскликнул Герцтвуд. «Разве я один ел продукты? Ты говоришь так, словно я эти деньги присвоил». «Я знаю только, что это ужасно много», стояла на своем Кэрри. «Нельзя меня заставлять столько платить, это гораздо больше, чем у меня сейчас есть, но будет тебе», сказал Герцтвуд, опускаясь в кресло. Кэрри ушла, а он сидел обдумывая, чтобы предпринять. В то время в газетах начали появляться заметки, передававшие слухи о том, что в Бруклине назревает забастовка трамвайщиков. Они были недовольны длинным рабочим днем и низкой заработной платой. Как и всегда, рабочие с целью воздействовать на хозяев и заставить их идти на уступки выбрали почему-то холодное зимнее время. Герцтвуд читал газеты и думал о том, что забастовка может блокировать все движение в городе. Она разразилась за день или за два до его размолвки с Кэрри. Однажды под вечер, когда все было окутано серой мглой и надо было ожидать снега, вечерние газеты возвестили, что трамвайщики прекратили работу на всех линиях Бруклина. Герцтвуд был хорошо знаком с предсказаниями газет о предстоящей в эту зиму безработице и сообщениями о паническом настроении на денежном рынке. Он читал это с большим интересом, поскольку сам сидел без работы. Он обратил внимание на требования бастующих вагоновожатых и кондукторов, которые заявляли, что стали теперь получать наполовину меньше, чем раньше, когда они получали по два доллара в день, так как в последнее время управление дорог начало усиленно пользоваться разовыми и одновременно увеличило рабочий день постоянных служащих до десяти, двенадцати и даже четырнадцати часов в сутки. Разовыми называли людей, которых управление нанимало для того, чтобы обслуживать вагоны в самое горячее время, то есть в часы наибольшего наплыва пассажиров. За каждый рейс разовому платили двадцать пять центов. Как только кончалась горячая пора, этих людей отпускали на все четыре стороны. Хуже всего было то, что никто не знал, когда ему предоставят работу. Тем не менее, нужно было являться в парк с утра и в хорошую и в дурную погоду и ждать у ворот, пока ты не понадобишься трамвайному управлению. Средний заработок при системе разовых редко превышал пятьдесят центов в день, то есть плату за два рейса. Иными словами, платили только за три с лишним часа работы, а ожидание в счет не шло. Трамвайные служащие утверждали, что эта система все шире и шире входит в практику и недалеко то время, когда из семи тысяч трамвайных работников только немногие будут получать регулярно по два доллара в день. Они требовали, чтобы эта система была отменена, чтобы рабочий день, не считая случайных задержек, не превышал десяти часов и чтобы плата была не ниже двух с четвертью долларов в день. Они настаивали на немедленном удовлетворении всех своих требований, но трамвайные компании ответили решительным отказом. Герцвуд вначале сочувствовал рабочим и признавал справедливость их требований, можно даже утверждать, что он до конца сочувствовал забастовщикам, каковы бы ни были в дальнейшем его действия. Читая почти все известия, он обратил внимание на тревожные заголовки, которыми начинались газетные заметки о забастовке. Он прочел их от начала и до конца и запомнил название всех семи трамвайных компаний, а также точное число бастующих. Как глупо бастовать в такие холода, размышлял он. Впрочем, от души желаю им победы. На следующий день газеты пестрели уже более подробными сообщениями. Бруклинцы ходят пешком, писала газета World. Рыцари труда блокировали движение трамваев через мост. Семь тысяч человек бросили работу. Герствуд читал все это и пытался предсказать исход забастовки. Он верил в силу трамвайных компаний. Забастовщики едва ли возьмут верх, думал он. У них нет денег. Полиция, конечно, будет оказывать помощь трамвайным компаниям. Публике необходим трамвай. Он отнюдь не сочувствовал владельцам трамвайных линий, но сила была на их стороне. К тому же трамваи нужны населению. Нет, этим ребятам не выиграть, решил он в конце концов. Среди всяких других заметок Герствуд прочел циркуляр одной трамвайной компании, гласившей трамвайная линия Атлантика Веню, ко всеобщему сведению. Ввиду того, что вагоновожатые, кондукторы и другие служащие нашей компании внезапно бросили работу, мы предлагаем всем лояльным служащим, бастующим против воли, вернуться на свои места, о чем следует заявить до 12 часов 16 января. Этим лицам будет предоставлена работа под надлежащей охраной в порядке поступления заявлений, и сообразно с этим они будут направлены на разные маршруты. Все не подавшие подобного заявления будут считаться уволенными, а вакантные места будут предоставляться новым служащим по мере найма их компанией. Директор-распорядитель Бенджамин Нортон Герцтвуд обратил внимание и на следующее объявление в одном из столбцов отдела «Спрос на рабочую силу». Требуется 50 опытных вагоновожатых, знакомых с системой Вестенгауза для управления только почтовыми вагонами в Бруклине. Охрана гарантируется. От него не ускользнули слова об охране в обоих объявлениях. В этом сказывалась неприступная мощь трамвайной компании. Полиция на стороне компании, снова подумал он, «Забастовщики ничего не добьются». Впечатление от прочитанного было еще свежо в уме Герцтвуда, когда в присутствии Керри произошел инцидент с лавочником. И без того многое раздражало Герцтвуда, а это послужило последним толчком. Никогда еще Керри не обвиняла его в воровстве, а ведь сейчас ее слова в сущности были почти равносильны этому. Она усомнилась в том, что такой счет мог вырасти естественным путем, а он так старался сократить расходы, чтобы они не казались ей обременительными. Он обманывал мясника и булочника, лишь бы поменьше тревожить Керри. К тому же он лично ел очень мало, почти голодал. «Черт!» вырвалось у него. «Я еще могу найти работу, я еще не выбыл из строя». Он решил, что теперь уж и впрямь необходимо за что-то приняться, слишком унизительно сидеть тут и выслушивать подобные оскорбления. Ведь если так будет дальше, то ему вскоре бог весь что придется сносить. Герц встал и выглянул на улицу. Погода была пасмурная. И вдруг у него мелькнула мысль отправиться в Бруклин. «Отчего же нет?» подсказывал ему разум. «Там каждый может получить работу. Ты будешь зарабатывать два доллара в день». «А как насчет забастовщиков?» шептал какой-то голос. «Тебя могут изувечить». «О, это маловероятно», отвечал самому себе Герц Твуд. «Трамвайные компании поставили на ноги всю полицию. Всякий, кто пожелает везти вагон, найдет должную защиту». «Но ведь ты не умеешь водить вагон», говорил голос сомнения. «Незачем и наниматься вагон вожатым», отвечал рассудок. «Уж билеты-то я, наверное, сумею выдавать. Но там нужны главным образом вагоновожатые. О, они охотно возьмут кого угодно». Несколько часов Герцтвуд дискутировал сам с собой, перебирая все «за» и «против», и чувствуя, что нет особой необходимости спешить в таком верном деле. А наутро он надел свой лучший костюм, который, тем не менее, имел довольно жалкий вид, и стал готовиться в путь. Он завернул в бумажку немного хлеба и холодного мяса. Керри, заинтересованная, не спускала с него глаз. «Куда ты идешь?» спросила она наконец. «В Бруклин», ответил Герцтвуд. Но так как Керри все еще с удивлением смотрела на него, он добавил, «Я думаю, что найду там работу». «Трамвайщиком?» изумилась Керри. «И ты не боишься?» «Чего же бояться?» отозвался Герцтвуд. «Все трамвайные служащие под охраной полиции». «В газетах пишут, что вчера избили четырех штрейкбрехеров». «Это так», согласился Герцтвуд, «но нельзя верить всему, что сообщают в газетах, а трамвай все равно будет ходить». У Герцтвуда был сейчас довольно решительный вид, но это была решимость отчаяния, и Керри стала больно за него. Она точно вдруг увидела призрак прежнего Герцтвуда, мужественного и сильного. Небо было затянуто тучами, и в воздухе носились редкие хлопья снега. «Не особенно приятная погода для путешествия в Бруклин», невольно подумала Кэти. Герцтвуд ушел раньше ее, и это уже само по себе было знаменательным событием. Дойдя до угла 14-й улицы и 6-й авеню, он сел в трамвай. Герцтвуд читал в газете, что десятки людей являются с предложением своих услуг в конторы Бруклинской трамвайной компании и всех принимают на службу. Герцтвуд молчаливый и мрачный добирался туда сначала конкой, потом на пароме. Дальше путь предстоял нелегкий, так как трамвай не шел, а день был холодный, но Герцтвуд упрямо шагал вперед. Стоило ему очутиться в Бруклине, как он сразу почувствовал, что находится в районе забастовки. Это сказывалось даже в поведении людей. На некоторых путях не было ни одного трамвайного вагона. На перекрестках стояли небольшие группы. Мимо Герцтвуда проехало несколько открытых фургонов с расставленными на них табуретками. На фургонах были надписи «Флет Буш» или «Проспект Парк». Плата 10 центов. Герцтвуд заметил, какие холодные и угрюмые лица у рабочих. Они вели здесь войну. Добравшись до конторы трамвайной компании, Герцтвуд увидел возле здания нескольких человек в штатском, а также группу полицейских. Вдали у перекрестка стояли другие люди, очевидно забастовщики, и наблюдали за тем, что происходит. Все дома кругом были маленькие, деревянные, а улицы плохо вымощены. После Нью-Йорка Бруклин производил весьма убогое впечатление. Герцтвуд пробрался в самый центр маленькой группы, за действиями которой наблюдали и полисмены, и прочие стоявшие поблизости люди. Один из полицейских обратился к нему, что вы ищите? Я хочу спросить, не найдется ли тут работы. Контора вот здесь наверху, ответил синий мундир. Судя по выражению лица этого блюстителя порядка, он относился безучастно к тому, что происходило, но в глубине души явно сочувствовал бастующим, и потому сразу возненавидел пришедшего Штрейкбрехера. С другой стороны, по долгу службы он был обязан поддерживать порядок. Над истинной ролью полиции в человеческом обществе ему никогда не приходило в голову задумываться. Не того склада он человек, чтобы задаваться подобными вопросами. В нем смешались два чувства, которые уравновешивали друг друга. Он стал бы защищать этого человека как самого себя, но лишь потому, что это ему приказано. А скинул в синюю форму, он переломал бы ребра всем скэбом. Скэб — презрительное прозвище Штрейкбрехера английский. Герст поднялся по грязной лестнице и очутился в маленькой, не менее грязной комнате, где находилось несколько конторских служащих. Они сидели за длинным отгороженным барьером столом. — Что вам угодно, сэр? — обратился к нему человек средних лет, поднимая глаза от бумаг. — Вам нужны люди? — спросил в свою очередь Герствуд. — А вы кто же будете? Вагоновожатый? — Нет, я никогда не работал трамвайщиком, — ответил Герствуд. Он нисколько не был смущен. Он знал, что трамвайные компании нуждаются в людях. Если одна контора его не возьмет, то наймет другая. И ему было совсем безразлично, как отнесется к нему этот служащий. — Хм, — пробормотал клерк, — мы, конечно, предпочитаем людей с некоторым опытом. Видя, однако, что Герствуд равнодушно улыбается, он добавил, — ну, я думаю, вы скоро научитесь управлять вагоном. Как ваша фамилия? — спросил он. — Уиллер. Клерк написал распоряжение на маленькой карточке. — Идите вот с этим в парк и передайте мастеру, он покажет вам, что нужно делать. Герствуд вышел, спустился с крыльца и снова очутился на улице. Он пошел в указанном направлении, а полицейские глядели ему вслед. — Еще одному охота попытать счастье, — заметил полицейский Килли, обращаясь к полицейскому Мэйси. — Я думаю, уж намнут ему шею, — спокойно отозвался его товарищ. Они уже видели немало забастовок. Глава сорок первая забастовка Трамвайный парк, куда направили Герствуда, страдал от острого недостатка людей. Там распоряжались в сущности всего три человека. За работой явилось много новичков. Это были большей частью опустившиеся, изгладавшиеся люди, чьи лица говорили о том, что только крайняя нужда толкает их на такой отчаянный шаг. Они бодрились, но вид у них был пришибленный. Герствуд прошел сквозь депо вглубь парка и очутился на просторном огороженном дворе с целой сетью рельсовых путей и разветвлений. Здесь двигалось несколько вагонов, которыми управляли ученики под наблюдением инструкторов. Другие ученики дожидались своей очереди у задних ворот одного из огромных сараев. Герствуд молча наблюдал за этой сценой и ждал. Он мельком оглядел своих будущих коллег, хотя в сущности они интересовали его не больше, чем вагоны. В общем, это была не особенно приятная на вид компания. Среди них были и люди тощие, изможденные, попадались и толстяки, было и несколько жилистых субъектов с нездоровым цветом лица, побывавших, видимо, во всяких переделках. Вы читали, что управление дорог собирается вызвать на помощь полицию, услышал Герствуд неподалеку от себя. И вызовут, отозвался кто-то другой. В подобных случаях всегда так поступают. Вы думаете, нам грозят неприятности? спросил Штрейкбрехер, лица которого Герствуд не мог различить. Нет, не думаю, последовал ответ. Этот шотландец, что отправился с последним вагоном, рассказал мне, будто ему в голову запустили куском угля, ставил чей-то голос. В ответ послышался нервный смешок. Одному из наших, который ездил по Пятой Авеню, очень не поздоровилась, как пишут в газетах, произнес кто-то, растягивая слова, у него в вагоне разбили все стекла, а его самого вытащили на улицу раньше, чем подоспела полиция. Все это верно, но сегодня дежурит больше полицейских. Герсту слушал, не особенно вдумываясь слова Штрейкбрехеров. Все эти люди, казалось ему, были изрядно напуганы, болтали они лихорадочно и с единственной целью успокоить собственную тревогу. Он равнодушно смотрел на курсировавшие по двору вагоны и ждал. Двое из дожидавшихся очереди подошли ближе и стали за его спиной. Они были весьма словоохотливы и Герцвуд прислушался к их словам. — Вы не трамвайщик? — спросил один из них. — Я? — Нет, я работал на бумажной фабрике, — отозвался другой. — А я до октября работал в Ньюарке, в тон ему, сказал первый. Они понизили голоса, и Герц тут некоторое время ничего не мог разобрать. Но вскоре оба заговорили громче. Я нисколько не виню этих ребят, за то, что они бастуют. По-моему, они совершенно правы. Но с другой стороны, мне до смерти нужна работа. Вот и мне тоже, живо подхватил второй. Найдись какая-нибудь работенка в Ньюарке. Я и не подумал басоваться сюда. Да, подлая стала жизнь, согласился с ним первый. Бедняку теперь совсем некуда деваться. Хоть среди улицы околивай, и никто тебе не поможет. — Это вы правильно сказали. Я потерял место на фабрике, потому что она закрылась. Хозяева наготовили большой запас товару, а потом и прикрыли лавочку. этот разговор привлек внимание Герцтвуда. Как-никак он все еще считал себя стоящим выше окружающих его людей. В его представлении это были грубые невежественные люди, которыми кто угодно мог помыкать. Бедняги, подумал он. И в этом слове проявилось то пренебрежение к бедным людям, которое было свойственно ему в дни его процветания. Следующий крикнул один из инструкторов. Ваша очередь, сказал кто-то, притрагиваясь к рукаву Герцтвуда. Герцтвуд выступил вперед и поднялся на площадку вагона. Инструктор прямо приступил к делу, считая лишними всякие предварительные слова. Вот видите эту рукоятку, сказал он, указывая на рубильник в потолке вагона, она служит для включения тока. Если вы хотите осадить вагон, перекиньте ее в эту сторону. Если хотите ехать вперед, поверните ее сюда. Если вам нужно выключить ток, толкните ее на середину. Герцтвуд с легкой усмешкой слушал эти незамысловатые объяснения. Вот эта ручка регулирует скорость мотора. Если повернете ее сюда, вот до этого места, у вас получится скорость шесть километров в час. До этого места двенадцать, а если повернете до отказа, все двадцать. Герцтвуд спокойно слушал его. Ему и раньше нередко случалось наблюдать за работой вагона вожатых, и он нисколько не сомневался, что, немного поупражнявшись, справится с этим делом. Инструктор разъяснил ему еще некоторые подробности и затем сказал, теперь я отведу вагон назад. Герцтвуд безмятежно ждал, пока вагон не вкатился задним ходом в депо. Запомните одно, продолжал инструктор, трогать с места надо потихоньку. Дайте вагону пройти на первой скорости. Большая часть новичков норовит сразу повернуть ручку до отказа. Так нельзя, это опасно, и мотор изнашивается. Вы так не делаете, понятно? Понятно, сказал Герцтвуд. Он терпеливо ждал, а инструктор все говорил и говорил, ну, теперь давайте сами, сказал он наконец. Бывший управляющий баром взялся за ручку и, как ему казалось, легонько повернул ее. Ручка подалась значительно легче, чем Герцтвуд ожидал. От этого вагон с такой силой рванулся вперед, что Герцтвуда швырнуло к двери. Сконфуженно улыбнувшись, Герцтвуд выпрямился, а инструктор налег на тормоз и остановил вагон. Надо быть осторожней, только и сказал он. Герцтвуд вскоре обнаружил, что регулировать скорость хода и пользоваться тормозом далеко не так просто, как он думал. не пролетел вместе с вагоном сквозь ограду. К счастью, его вовремя выручал инструктор. Последний был вообще очень терпелив, но ни разу не улыбнулся. «Привыкайте работать обеими руками одновременно», сказал он. «Тут надо попрактиковаться». Пробило уже час, а Герцтвуд все еще занимался с инструктором на передней площадке вагона. Скоро его стал мучить голод. К тому же повалил снег, и он сильно продрог. Ему дьявольски надоело гонять вагон взад и вперед по короткой колее. И, наконец, вагон был отведен в тупик на конце ветки. Инструктор, а следом за ним и Герцтвуд сошли с него. Герцтвуд вошел в депо, уселся на подножку вагона и достал свой скудный завтрак, завернутый в газетную бумагу. Воды поблизости не оказалось, а хлеб был довольно черствый, и все же Герцтвуд с наслаждением ел его. Тут было не до обеденных ритуалов. Он сидел, жуя хлеб, и наблюдал, как люди выполняют эту нудную, тяжелую работу. Она была неприятна, ужасно неприятна во всех своих стадиях. Не потому, что казалось ему унизительной, а потому, что была тяжела. Всякому другому она тоже далась бы не легче, утешал он себя. Поев, Герцтвуд поднялся и снова стал в очередь. Предполагалось, что он будет практиковаться целый день, но большая часть времени ушла на ожидание. Настал вечер, а с ним пришел и голод. Надо было подумать о том, где провести ночь. Половина шестого пора было бы поесть. Если отправиться домой, то ему придется потратить на это два с половиной часа. Сначала идти в такой собачий холод пешком, а потом ехать. Кроме того, Герцтвуду было приказано явиться на работу в семь часов утра, и если бы даже он добрался домой, ему пришлось бы встать ни свет, ни заря. В кармане у Герцтвуда было всего лишь доллар и пятнадцать центов, деньги, взятые у Кэрри на покупку двухнедельного запаса угля. Наверное, здесь есть какое-нибудь место, где можно будет переночевать, подумал Герцтвуд. Где, например, ночует этот парень из Ньюарка? Он решил спросить у кого-нибудь неподалеку от него у ворот депо дожидался очереди молодой паренек. Это был почти мальчик лет двадцати, не больше, долговязый и тощий, с лицом свидетельствовавшим о годах лишений. Стоило подкормить как следует этого юношу, и он быстро бы принял цветущий самоуверенный вид. Тут что-нибудь дают, если у человека нет ни гроша, дипломатично осведомился Герцтвуд. Юноша повернулся и испытующе посмотрел на него. Вы это насчет еды? спросил он. Да, и спать мне тоже негде. Я не могу на ночь возвращаться в Нью-Йорк. А вы поговорите с мастером, я думаю, он это устроит. Меня, например, он устроил. Вот как? Да, я просто сказал ему, что у меня ни гроша за душой, не могу же я добираться домой, когда живу я у черта на куличках. Герцтвуд ничего не сказал и только откашлялся. Насколько я понимаю, у них тут наверху есть комната для ночлега, продолжал молодой человек. Не знаю, что она собой представляет, но надо полагать, местечко дренное. Мастер дал мне и билетик на обед, воображая, чем там кормят. Герцтвуд улыбнулся. Юноша громко рассмеялся. Плохие шутки, а? Добавил он, тщетно ожидая услышать успокоительный ответ. Да, пожалуй, согласился Герцтвуд. Герцтвуд. Я на вашем месте сейчас поговорил бы с мастером, а то он еще уйдет. Герцтвуд последовал его совету. Не найдется ли здесь местечко, где можно было бы переночевать, спросил он. Если мне возвращаться в Нью-Йорк, то, боюсь, я никак не успею вернуться. Наверху есть несколько коек, прервал его мастер. Можете занять одну, если хотите. Благодарю вас, сказал Герцтвуд. Он намеревался попросить эталон на обед, но не мог улучить для этого подходящую минуту и примирился с тем, что в этот вечер придется поесть за собственный счет. Попрошу завтра, решил он. Герцтвуд закусил в дешевом ресторанчике по соседству, а так как было очень холодно и его томило одиночество, он тут же отправился искать указанное ему пристанище. Трамвайная компания по совету полиции решила не пускать вагонов после наступления сумерек. Помещение, где очутился Герцтвуд, очевидно, предназначалось для дежурных ночной смены. Тут было девять коек, два или три табурета, ящик из-под мыла и маленькая пузатая железная печка, в которой пылал огонь. Как ни рано пришел Герцтвуд, кто-то уже опередил его и грел у печки озябшие руки. Герцтвуд тоже подошел к печке и протянул руки к огню. Он пал духом от скудости и убожества всего, что связано с этой его затеей, но крепился, внушая себе, что должен выдержать до конца. «Холодно, а?» спросил человек, сидевший у огня, изрядно. Воцарилось продолжительное молчание. «Неважно, я бы сказал, место для ночлега, как по-вашему?» снова заметил человек, сидевший у печки. «Все же лучше, чем на улице», ответил Герцтвуд. Снова молчание. «Пожалуй, пора и на боковую», послышался тот же голос. Человек встал и направился к одной из коек. Вскоре он растянулся на ней, сняв только башмаки, и завернулся в засаленное одеяло, а голову обмотал старым грязным шерстяным шарфом. Это зрелище было отвратительно Герцтвуду. И он отвел глаза и стал смотреть в огонь, стараясь думать о другом. Вскоре он тоже решил лечь, и, выбрав себе койку, стал снимать башмаки. В это время вошел знакомый ему молодой человек и, увидев Герцтвуда, по-видимому, захотел поговорить. «Лучше, чем ничего», заметил он, озираясь вокруг. Герцтвуд решил, что эти слова не относятся непосредственно к нему, а выражают лишь удовлетворение тощего юноши, и потому промолчал. юноша подумал, что Герцтвуд не в духе, и принялся потихоньку насвистывать. Но, заметив, что кто-то уже спит, он тотчас прекратил свист и погрузился в молчание. Герцтвуд постарался устроиться, возможно, лучше. Он лег, не раздеваясь, и загнул грязное одеяло так, чтобы оно не касалось его лица. Вскоре, однако, усталость взяла свое, и он задремал. Одеяло приятно согревало его, и он, отбросив всякую брезгливость, натянул его до подбородка и уснул. Утром его приятное сновидение нарушил топот, несколько человек двигались по холодной безрадостной комнате, а Герцтвуду снилось, что он в Чикаго в своей уютной квартирке. Джессика собиралась куда-то идти, и он, Герцтвуд, разговаривал с ней. Он так отчетливо видел эту сцену, что, пробудившись, был ошеломлен представившимся ему контрастом. Он приподнял голову, и горькая действительность заставила его быстро очнуться. Пожалуй, лучше встать, подумал он. Воды в помещении не было. Герцтвуд обулся и встал, расправляя застывшее тело. Его костюм был сильно помят, волосы всклокочены, а черт, пробормотал он, надевая шляпу. Внизу уже пробуждалась жизнь. Герцтвуд нашел водопроводный кран над желобом, из которого, очевидно, паили лошадей. Но полотенца у него не было, а носовой платок был грязен со вчерашнего дня. Герцтвуд ограничился тем, что промыл глаза ледяной водой. Потом отправился разыскивать мастера, который оказался уже на месте. «Завтракали?» спросил тот. «Нет», ответил Герцтвуд. «Тогда поторопитесь. Впрочем, у вас есть еще время. Ваш вагон не готов». Герцтвуд колебался. «Не можете ли вы дать мне талон в столовую?» попросил он, делая над собой огромные усилия. «Получите», сказал мастер, протягивая талон. Герцтвуд позавтракал так же скудно, как обедал накануне, кусочек жареного мяса и чашка скверного кофе, и затем вернулся в парк. «Ну вот», сказал мастер, подзывая его пальцем, «через несколько минут можете выводить вагон». Герцтвуд взобрался на переднюю площадку вагона, стоявшего в полутемном депо, и стал ждать сигнала. Он волновался, но все же испытывал некоторое облегчение, что угодно, лишь бы не оставаться дольше в этом депо. Шел четвертый день забастовки, и дело начало принимать плохой оборот. Следуя советам прессы и тех, кто возглавлял забастовку, бастующие вели борьбу довольно мирно. До сих пор еще не произошло никаких сколько-нибудь серьезных столкновений. бастующие иногда останавливали вагоны и вступали в переговоры со штрейкбрехерами, а те случалось, сдавались на уговоры и уходили. В некоторых вагонах были выбиты стекла, было несколько стычек, сопровождавшихся криками и угрозами, но только человек пять или шесть пострадали серьезно. И даже в этих редких случаях руководители забастовки порицали подобные действия, приписывая их неорганизованной толпе. Но вынужденное бездействие и сознание, что полиция поддерживает трамвайные компании и помогает им одержать победу, ожесточали бастующих. Они видели, что с каждым днем число курсирующих вагонов все возрастает, а за правилы трамвайных компаний не перестают громко кричать, что сопротивление стачников сломлено. Это приводило бастующих в отчаяние. Им стало ясно, что вскоре все вагоны будут на линии, а люди, осмелившиеся заявить протест, останутся за бортом.